Уважаемые друзья, НВК, национальная вещательная компания САХА, начинает прямые репортажи с борцовского кобра. Сегодня среди мужчин 5 веселых категорий и среди женщин 3 категории. Это финальный этап. Мужчины начинают с 1-8 финала. Собрали все сильнейшие, кроме травмированных Виктора Рассадина и есть травмы у Тимура Николаева. Остальные все сильнейшие, все 4 центра развития борьбы, плюс Сунтарские районы и ветераны, возрастные наши спортсмены прошли огромный сбор. Так что мы ждем жарких событий. Сегодня наше почтение с комментаторской позиции будут работать Александр Ушницкий и Семен Сергеевич Акаемов. Судья международной категории, мастер спорта Советского Союза. Добрый день, дорогие друзья, земляки. Сегодня в Салданский район, центр района, село Барагонцы приветствует дворцов, участников 8-летних игр, спартакиады, народов и республики САХА, Якутия. Вольная борьба вас всех приветствует. На ковре сейчас борются два сильнейших борца своих районов. Это Айал Белилюбский, неоднократный призер среди молодежи Российской Федерации и Зарай Мятников. Представитель Тампонского района, он тоже является мастером спорта. Немножко квалификации. Одна восьмая финала. Здесь необходимо заработать определенные баллы, чтобы в окончательном счете, хотя ты и проиграл, но обязательно должно быть в протоколе заносится активные действия, набранные баллы, проигранные баллы. И это распределяет среди тебя уже 16 мест. И несмотря на все вот эти баталии, это играет огромную роль, потому что сегодня мы боремся не только за родную Русь, не только за вольную борьбу, но и за весь вот 16 видов спорта. Они будут в сводной таблице, каждый балл будет иметь значение. Поэтому ребята настроены очень хорошо, борьба идет на дистанции. Ну, сейчас Сарай Мятников взрывает более пассивную борьбу и зарабатывает балл Айал Белилюбский, представитель Усть-Алданского района. Ну, Айал, вы все знаете, наверное, любители вольной борьбы знают, это сын нашего легендарного спортсмена, победителя Игоря Девына, многократного. Это сын его, Айал Белилюбский, выступает за родную Русь, за гусалданскую команду. Борцы, как вы отметили, уже услышали, что спортсмены всех видов этой спартакеады, всех 16 видов спартакеады прошли огромную подготовительную работу. Проделана была масса работ, которые они ездили даже за пределы республики. И сегодня мы начали спартакеадный турнир по вольной борьбе. И борцы, естественно, не остаются от других видов спорта, и они сегодня, все спортсмены, которые вошли в состав команд, прошли огромную подготовительную работу. Четыре балла ведет Айал Белилюбский, судья. Да, мы скажем, что в борьбе, вот перерыв, во время перерыва расскажу, что в схватке участвуют, в поединке участвуют не два только борца, но и арбитр. От действия арбитра тоже состояние, психологическое, моральное состояние зависит очень много. Но в этой борьбе для арбитра более комфортно, со счетом 4-0 Айал Белилюбский пока более активен, более стремленный, успевает более быстро, активно борется. За счет этого из-за пассивности Сыромятника он заработал 4 балла. И вокруг ковра тоже у нас три, так скажем, основополагающих явления. Это у нас секунданты, и мы с вами, зрители, и самое главное, это эмоции, которые вот придают трибуны, зрители, родные. Поэтому борьба идет такая вязкая, на дистанции, пока без большого риска. Второй период. Айал сейчас начинает выжидать, потому что он понимает, что Сыромятников просто так ему больше не даст возможности таких легких баллов. И вот первая попытка, ложная атака. Пытался через плечо сбить на парте Раяла, но и того проиграл. Чуть застоялся, и балл, пятый выигрышный балл Айалу, ему остается, если Сыромятников не предпримет каких-то кардинальных мер, ему комфортно, можно сказать комфортно. Но сейчас нынешние правила, которые изменились после Олимпийских игр в Рио, да, сейчас у нас в борьбе привезутся броски, где можно заработать пять баллов сразу же с амплитудным броском, можно заработать четыре балла с битем в бок, да, на партер, положение партера или вниз. Можно заработать два балла проходами и просто заработать один балл, когда зона пассивной борьбы, это у нас в ковре оранжевая вот окружность шириной метр. В этом положении можно сразу же взять, вытолкнув балл. Ну, что-то у нас Юрий Сыромятников отходит, все время отходит, отдает, скажем, подарки, можно сказать, Айалу, шестой балл. Нет, нет, за выталкивание арбитр не дает ему, сказал откровенное выталкивание. Остается всего минута двадцать пять, двадцать три. Ну, борцы, вот как видите, сейчас большим отрывом ведет встречу Айал Белилюбовский. Ну, Айал, скажем, он более-менее сейчас, в последние годы, особенно в этом году, добавил в мастерстве обедения схваток и так далее. Ну, здесь предупреждение, наверное, за первенство настоятельный, да, выход. Первенство Российской Федерации в своем возрастной группе, он занимал третье место, и это уже, как говорится, очень хороший, неплохой результат. Мы думаем, что сейчас еще один балл. Да, схватка закончилась явным преимуществом, десять баллов. Айал получает три-четыре коллекционных выигрышных очка, а Сыромятников, ну, если в случае выхода Айала в финал будет иметь, улучшить свои позиции, но он заработал этими, ну, как бы ноль, да. Да, в этом положении, как первым боролся в этой своей категории, может занять при проигрыше Айала шестнадцатое место, да. Ну, откровенно скажу, ничего такого толкового в борьбе не показал сегодня. Мастер спорта, вольной борьбы с Тампонского улуса. К сожалению, видать, как изъяны были в подготовке. Я Юру таким, ну, я думал, что он будет равная борьба в этой паре. Ну, Айал сейчас, прямо скажем, классом чуть выше. Да, это, вот эта схватка показала, что Айал сегодня подготовлен наилучшим образом, поэтому в дальнейших встречах мы увидим, как будет бороться дальше Айал Верилюс. Ну, а Соремятникову придется сейчас бороться в утешительных схватках, показать себя с хорошей стороны, как говорится, на что подготовлен, на что он умеет делать в борьбе. Ну, это посмотрим в ходе соревнований. А сейчас на камере выйдет следующая пара спортсменок, которые представляют своих улусов. И надо сказать, каждый улус сегодня 16 человек, которые прошли все предварительные этапы подготовки соревнованиям и получили возможность участвовать от своих улусов, городов, районов нашей всей Якутской Спартакеаде программе «Вольная борьба». Ну, на экранах борец Вилического района получает один балл. Только начало борьбы. Ребята в средней дистанции, высокой борцовской стойке, фронтальном борются. Но здесь в борьбе сейчас по правилам захват за пальцы, блокировка, она не поощряется. Вот поэтому ребята переходят за голову, выдергиванием. Дают это, ну, скажем так, это поведение соревнований. Да, ну, сейчас посмотрим, минута уже проходит, арбитр сейчас какие-то предпринимет меры. Обычно, когда борьба идет в центре ковра, арбитры дают команду контакт, призывая к более активной борьбе. Но сейчас позиция, более плотный захват, ребята вошли. Ну, пока идет, как говорится, разведка перед боем, что ли. Вот сейчас очень долго подготавливают основные приемы атаки. Но в основном они держат за голову, за плечи, хотят за руки принимать захваты. Но это ничего не дает. Но все-таки нужно бороться плотно, в схватку зайти, в положение зайти, как быстрее, как лучше надо, силенаправленно надо вывести из равновесия и так далее. Но это все тактические приемы борьбы называются. Я скажу, что более молодой Николай Охоловков должен в этой борьбе, потому что Николай Охоловков в первом этапе, лично командном первенстве, в 2022 году в Бердигостях и показал очень классную борьбу. Он показал, что он тактически грамотный борец, хотя, ну, опыта, так скажем, чуть-чуть меньше, но не дают ему Айсен Никейборов сейчас пространство, так скажем. Занял он и центр ковра, имея преимущество. И вот он инициативу захватил и ведет со счетом 1-0. Отбивает, да, силой просто хотелось на зашагование пойти, но прочувствовал Николай Охоловков этот маневр, и счет не изменился 1-0. Да, ведет схватка, вот минимальные преимущества спортсмена, скажем, но в борьбе все зависит от того, как он будет подготовить свои следующие атаки, следующие атакующие действия сейчас. Да, первый перерыв, 30 секунд, сейчас секунданты ведут небольшие коррективы. Мне кажется, что свою борьбу, скоростную, такую напорную борьбу Николай Охоловков не получил. Мы видим, вот Никиту, да, вот знаменитый ШШ-3, который работает бригадным, так скажем, методом. Они своих воспитанников со всех возрастов курируют все время, и здесь должен получить он... Все посмотрим, да, прислушивается ли мозговой центр Николая, чтобы сравнить счет, или... Да, сразу же проход очень красивый, быстрый, нырнул, так скажем, да, завалил и получил 2 балла, и идет на комбинацию, на скрестный захват ноги, показ Айсен Никифоров. Ну, физически видно, что он крепче, чем более молодого борца. Счет 2-1 вперед вышел Николай Охоловков. Да, в этом весовой категории город Якуш команда выставила очень молодого борца, хотя мы знаем, оу, да, красиво как якутский, да, прокот. Вот минутная как бы неконцентрация, но балл еще не забрал, получил. 2 балла получил. 3-2, 3-2 упорная борьба, и при том борьба как бы... Еще, да, с груди накатил, но Николай уж вышел, балл должен заработать. Еще захватил руку, это опасное положение. И вот накат прошел. Да, на опасной зоне, обратно затащил еще раз. И получается, сейчас табло, пока здесь принимается коллективное решение. Боковой судья, руководитель Ковра, да, Семен Сергеевич? Да, арбитр, арбитр сейчас покажет, какие баллы заработал техническим действием, заработал спортсмен в красном трюк. Ну, вот сейчас показывают табло 5-3, по-моему. Ну да, я еще раз объясню, боковой судья и руководитель Ковра заполняют специальный протокол, где все действия, все... до протеста все это записывается. И, ну, конечно, как руководитель Ковра, как более опытный судья, он принимает решение и заносит свой протокол. Ну, в конечном итоге, как я уже сказал, что в квалификации, занимаемые места, этот протокол имеет большое значение. Все места от первого до шестнадцатого будут учтены в выигрышных баллах для команд по вольной борьбе. С шестнадцать у нас десять мушкей и три женских вес, тринадцать категорий весовых. Из них будет учтено для командного учета восемь на лучших показателей заработанные места. Да, поэтому у нас как бы шансы есть для всех команд. И у нас за счет идут четыре категории района, разделены по численным жителям своего района. У нас четыре группы, крупные это и средние районы, потом два северных кулуса. Вот сейчас по вторе смотрим, какие действия провели спортсмены. Вот первый накат провел борец с синим трико, и сейчас выходит в верхнем положении борец с красным трико, и оттуда уже начинает он провести свой активный бросок. Вот он переворот, переворот накатом, и второй обратную сторону накат переворотом борца с красным трико. И вот за эти вот сейчас уточнят все эти, посмотрят, и судейская коллегия нам покажет, какие баллы они засчитаны. Ну здесь, я думаю, что очень грамотно воспользовался Николай Охлопко ошибкой. Да, сцена Никифорова при накате не доработал чуть-чуть, и корпус оставил вместе с рукой. И перехват руки был, контрдействие, вот он, видите, заставил, и прямо из-за встречи обратно захватом захватил. И действие очень результативно, да, с одного положения заработал четыре балла. Но вот боковой почему-то показал один балл, под второй два балла. Да, вот челленджик скоро идет из-за того, что в третий раз действия не были оценены достойным образом. Ну сейчас все разберутся, у нас судьи очень высокой категории, якутская, якутский корпус судейства в Российской Федерации очень известна. У нас были олимпионики, Павел Пенигин был чемпионом Манериала 76-го года, но он был еще в Атланте, да, главным арбитром, руководителем ковром, и даже выходил на ковер, он судья международной экстра-классы категории. И у нас рядом сидит Сергей, Семен Сергеевич, являющийся, прошедший все этапы развития судейского корпуса. Он возрастной, поэтому он Советского Союза судил, и досудился до категории международной. Поэтому он грамотно все сейчас распишет. Хотя спорт что-то долгий, да? Ну, да, вот видите, руку оставил, и обратным захватом перехватил, и корпусом защитил, и вот сначала показал ложную атаку, накатывал в одну сторону, упер его, и сейчас вот обратно, когда, да, на противоходе, так скажем, да, очень грамотная работа в партнере. Очень хорошо технически исполнен прием, вот видите, второй раз показывает, ну и сейчас все решились. У нас Маидор прошел. Да. Ну, дорогие друзья, вот судейские коллеги, если скажем, у нас в Якутии судейские коллеги работали очень многие активно такие хорошие судьи, как Алексей Мастахов, Николай Егорович Степанов, Николай Константинов, и многие-многие другие судьи, это Николай Старости, Николай Тасты, Константинов, мы уже сказали, сейчас работает Аркадий Тастыгин, и молодые судьи у нас уже вышли на арену, как говорится, борцовскую арену, в России, да и в международных турнирах. Да, вот попытка ложной атаки с дистанции не прошла, и Николай Никифоров зарабатывает очередное положение, но... Крешный захват не получился. Ахлопков с помощью ног остановил это движение головы, и такой их корпус остановился, счет стал 8 баллов против 5 баллов Ахлопкова, Никифоров ведет, остается всего 25 секунд, и надежда города Якутска, Николай Ахлопков должен сейчас предпринять отчаянную попытку, но главное, чтобы без сумбура, да? Действие было должно быть четким, грамотным, чтобы заработать 4 балла. Но здесь завязке трудно будет, осталось всего 5 секунд. Опасная зона. Зона последнего синего. Зарабатывает нужный 9 балл. И время. Финальный свисток. Результат какой? 9-5. Пользу борца Вилюйская районок. Да, он достойный шаг сделал, прошел очень хорошего борца. И он будет бороться уже в четвертьфинале. У нас сегодня будет четвертьфинал, полуфинал, завтра финал. Баллы Вилюйские, группа, ну, Вилюйские борцы, ну, прямо скажем, пока на командное, ну, первенство, вот, по вольной борьбе имеет мало шансов, но город Якуз потеряет, да? Одного из самых, ну, надежда была, что Николай Ахлопков к городу принесет победные баллы. Это для Мегана Кангаласов, для Уселданцев, для Чуромчинских борцов. Это подарок от Юрия Сыромя, от Айсена Никифорова. Ну, конечно, это не только... Интрига. Да, интрига заключается в том, что эти все результаты просчитываются для выведения командных результатов. Поэтому каждое очко, каждый отрыгерный балл, это идет, как говорится, копилку общекомандного зачета. И все, Спартакляда, общий итог по всем видам спорта, какая ЛУС, какой ЛУС, какой город будет занимать верхнюю позицию в командном итоге. Поэтому очень ответственные встречи идут. Ну, и, естественно, для ЛУС Романия есть какие-то свои конкретные такие позиции для выведения своих результатов. Поэтому каждый борец, каждый спортсмен включает полную силу, чтобы показать, на что он на сегодня, прямо сейчас, на что он способен. Вот что... Да, дорогие, наше почтение вам, что вы присоединились к нашему прямым репортажам. Мы знаем, мы просто чувствуем, что в каждом доме есть борец, за который нужно болеть. Ну, вот, несколько слов. Мы в первом круге сознательно не ассектируем ваше внимание на больших достижениях. Да, просто 16 лучших борцов в этой весовой категории, они в своих возрастах по России занимали и занимают до сих пор ведущие места. Это наш вес. Но мы сейчас и нацеливаемся на том, чтобы... Стараемся в первом круге показать, что молодежь, наша перспективная молодежь, уже наступает, потому что сейчас вот центр спортивной подготовки, очень хороший климат, и молодежная сборная, взрослая сборная часто проводит свои сборы. Эти ребята всегда, ну, стоят в парах, в контрольных складках участвуются. Да, я хотел бы на ваше внимание на Любомира Ошейна чуть-чуть, да, заострить, чтобы понять, если следующих, если Любомир пройдет, сможет ли он ведущим нашим борцам Аялу Белелюбского, братьям Копыловым с достойной конкуренцией, да. Первой складкой всегда специалисты борьбы, ну, почти на 80% чувствуют состояние борца. А на Ходкин-то Любомир прошел, но... Ай, контратак как раз... Ну, не получилось результативно закончить, потому что... Очень быстрее, да? Да. Да, скорость действия, ребята, ну, поразила меня. Счет пока 1-0, полторы минуты, почти полторы минуты уже в борьбе. Проход, боковой проход за ноги, тоже Шиен защищается, завязывает руку за корпус, выигрышное атакующее положение, но... И вот, заработал... Да, и на Тастыгин, это самый один из лучших судей нашей из рода Мигда Конголаска района. Я скажу по секрету, что судьи из районов не ставят на своих боссов, да, на нейтральные районы ставят. Счет 2-0. По-моему, Тастыгин когда-то был еще главным судей юношеское первенство России, да, насколько я помню, буквально года 2 назад. Ну, один из лучших арбитров, судей Российской Федерации. Ну, и у нас главный судей работает сегодня судья международной категории Николай Дмитриевич Николаев, который на сегодняшний день он прилетел специально для проведения этих больших спартакиадного турнира из Москвы. Он работает в Федерации спортивной борьбы в отделе больной борьбы. Большой специалист, да. Скажу, вот, пока по кадру вы в видеоряд видите, как Ашейна готовит, и мы видим, что у него с разрешения врача, скорее всего, специальный ланцет одет. Да, вот, уход здесь из этого положения. Проход за пятки, но тут уже второй, и тут уже ушел, ушел. С отталканием с корпуса грамотная защита. Второй период. Всего два балла. Любомир Ашейн впереди, но в Находкино я вижу потенциал. Он по скорости не уступает, да? Да, да, да. Он тоже очень хороший спортивный. Стрелин лечит, за корпус ударом оставит в нижнем положении. Ашейн не поддался к этому маневру. Счет не изменился. За пальцы, да, вот слышно, что арбитр Грузин говорит, что блокировка идет, вот, да, видит действие. Вот третий участник, очень грамотная работа, он не мешает борьбе, да, и решил принять предупреждение, санкции к борцу, показал, чтобы Находкин более-менее активизировал, да, борьбу, потому что... Сейчас 30 секунд дали. Он, да, он часто заходит в пассивную зону борьбы, и сейчас там стоит. Ну, здесь очень много позиций в борьбе, это отрабатывается всегда, вот, при слове зона, это, ну, старых правил, да, сейчас это пассив кричат, международность, соревнования, но в зонах уже всем понятно. Красный диаметр, это и есть зона пассивности, называется. Ну, вот сейчас уже плотом, заклад за руки, 30 секунд прошло, балл показали, по-моему, или нет, показали, по-моему, и сколько там баллов, 0-3, по-моему, и вот атака, чуть-чуть не получилась, да, у Любомира, к сожалению, вот, ну, всегда в атаке различают фазу атаки, начало, там, обман, а, бар, бар, вот, титр, костер, костер, еще иди костер, мэй, дай, костер, ну, Ашейин плотно взял центр ковра, и находки, и вот, еще раз прошел пятки, это любимый проход от Любомира, но, Мурфао, да, крупная ошибка, контрадвижение попадает, два балла, так как на колени был сделан, и еще, 35 секунд есть, да, борьба обострилась до предела, и более опытный борец, Егор Находкин, нашел, 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 наш 4-3, 25, теперь, ну, сейчас увидим, какие вот морально, нуркнули, так красиво, сбивает, нуркнул, потом оставил, и за ноги сбил, еще на крест, 13 секунд, что-то было у нас, вот он, да, 7, 4, ну, время, по-моему, 2 секунды, и отчин, показал себя достойно, он нашел правильное решение, нурком выпрямил, прошел ногу, заработал в этом движении 4 балла, и 1,4 финала, будет бороться Любомир Ашейн, Аймеконский Улус, для Ашейна, для его болельщиков, пока еще, да, и следующая пара, Айсен Винокуров, Иван Степанов, да, Иван Степанов, это средний колымс, он выходец, прошел школу борьбы, учил Данского Улуса, в своем возрастном категории, был призером, чемпионом, участником, Российской Федерации, и был, ну, один из лидеров был, но сейчас, переходом на более возрастную категорию, пока себя не нашел, но, очень бросковый боец, Айсен Винокура Мигна, Кангалацкая Улуса, один из претендентов, на пьедестал почета, первый круг. Ну, а сейчас, на повторе мы смотрим, как они, прошла эта встреча, очень хорошо, активно, и очень красиво, контрприем бросок, был проведен, и теперь он, сверху работает, и вот, крестный, ой, не крестный, а вот на ключ, и накатил, накат, еще раз, вот, Люба Вернурнул, и вот, да, и сбивает партер, и оттуда уже начинает перейти на второй, более сложный прием, и вот она, захват, обратным захватом дальнего, из ближнего бедра, его переворачивает, его тоже надолобало, ну, да, ребята, дорогие телезрители, Айсен Винокуров, красного угла, это претендент, но, Иван Степанов, синий угол, может, очень бросковый, Иван, с детства, он так борется, и, и, ну, ребята, не дают никому, вот, повода, судье дать, возможности, да, активная борьба на дистанции, и вот, все-таки решается, почти минута, да, по правилам, всемирной ассоциации, вольной борьбы, в течение минуты, две минуты, обязательно, арбитр, принять решение, и, определить более пассивно, более пассивно, грамотное замечание, очень хорошее, и, 0-0. У нас, мы уже, о главной судье сказали, спортаке одного турнира по вольной борьбе, а главным секретарем, нашего турнира работает сегодня, директор спортивной, специализированной спортивной школы, по вольной борьбе, города Ягусска, мастер спорта, Василий Васильевич Уйгуров, один из грамотных, один из таких, успешно выходящих на судейскую арену. Ну, Ивану дали бал, но Винокуров-то, вот, сейчас выигрышное положение, ну, он минимальную, как скажем, со всего и действия, более опытный, более физически сильный, борец Айсен получает один бал. Да, Иван-то не дает Айсену преимущество, хотя, я думаю, что при желании Айсен-то мог задавить силой, ну, видать, знает его Ивана хорошо, знает его качество контрприемов, амплитуднейший бросок может совершить, и потом найти ключ для его обороны будет трудно, поэтому не рискует, поэтому пока не рискует. Плотный захват не идет, сбивает, блокируется, действует, вот эти, ну, против, там, дергивания и так далее, а конкретно таких плотных захватов мы пока не замечаем, вот он чуточку, но нет, все равно отходит, шаг чуть назад и в сторону, поэтому вот конкретно, определенно такого ясного, чтобы нам было видно, какой бросок или какой-то на прием идти, вот пока возможности нету, вот опять, и вот снова, да, на последних секундах, кто-то, да, на последних секундах, вот это опыт Айсена. Ну, это уже период закончился, и у нас на табло сколько баллов? Счет 2-1. 2-1, очень минимальное количество баллов, как говорится, ну, и приемов, и так таковых, сильных бросков не было. Мне понравилось, вот в первые периоды, или в первые игры. Более-менее, да, ну, более-менее сумбурно, они, ребята, боролись. Надо все-таки пройти, надо как-то ближе к своему сопернику, со расстояния, издалека-то прием не сделаешь, правильно, поэтому нужно, выдергивая как-то сбоку, вперед, или как там действовать, нужно более-более-менее активно, вот я бы так хотел сказать. Но вот он хорошо хотел, показал, перевести хотел, перейти, под руки нырнуть, но тоже не получилось, но сейчас уже более-менее плотно, но снова, снова отходят, выдергивают, обманные движения, вот проход, нет, не получается, все равно не получается. здесь ошибку, я вижу определенную ошибку в действиях, и он чуть-чуть подгоняет, слушается и пропускает, вот это уже, перенастроили его, мне кажется, что без подготовки, все-таки против Войсена, Винокурова, ты бал невозмешь, вот он, да, и наказание сразу, 4-1, да, вот более-менее полноценный прием, скажем, пробил, да, сбивание, здесь сделана контратака была, классическая контратака, нас в ложных атаках поймал Степанова, Асин Винокурова, и заработал еще 2 балла, 4-1, время есть достаточное, 2 минуты в борьбе, это очень, для отыгрывающего, это очень быстро, а для сохраняющегося выигрышные баллы, очень коротко, но по борьбе, я скажу, что более опытный, тактически очень грамотно действует, пока Асин Винокуров, да, неподготовленная атака, и того 2 балла тоже отдают, отдают на контрдвижении тоже, 6-1, да, остается, опаздывает, он в своих движениях опаздывает, вроде бы хотел он начинать атаку, а сам получил, вот, его, да, защитные реакции, товарищ, соперника, ну вот, и он остался, да, Иван упустил нитьи борьбы, и того, вот, ну, ему внутри, вот, некомфортно, как свои баллы, он скарает, что так получается, что он просто, хочет, а конкретно хорошей, да, симуляции здесь нет, у него этот, ушиб большого пальца, врач скорее всего, 4 минуты можно, врача, находиться, если симуляция боли, без крови, это наказывается арбитром моментально, но здесь, вердикт посмотрим, заморозку просит Степанов, ну, я думаю, что достаточно время, минута 11 секунд, и сейчас Степан, Иван Степанов должен подойти, к оптимальному решению, все в голове сложить, он сейчас уже чувствует, мышечное чувство, борцов очень развито, он чувствует, какое напряжение находится Винокуров, и посмотрим, опять неподготовленный, вот, хотел сбить, новый волевой спортсмен, плотный захват, вот, проход, открылся, и Винокуров поймал, его тоже, уже, да, все, скорее борьба уже закончилась, ну, уже, по-моему, бросок, и, 12-1, 10 баллов, преимущество, явное преимущество, баллов, и в следующий четверо, финал, проходит Надежда, Мегина-Канкалатского улуса, Айсен Винокуров, ну, Айсен Винокуров, в свое время, был, можно сказать, тени, братьев Копыловых, он, занимался, борьбой, в спортивной школе, спортивным лицей, спортивным лицей, он, даже, мне кажется, не, я даже знаю, что, последние годы, он, как бы, ничем не уступает, чемпионом мира, своим друзьям, соперником, и очень грамотные действия, все время на ошибках, и поставленная техника прохода, обе ноги, и явные преимущества. Владимир Егоров, Амгинский улус, Игулан, Иванов, Меминоканкалатский улус. Да, это 61-2, центральная встреча. Но, про Владимира скажем, что Владимир Егоров, профессиональный борец, он, в свое время, по молодежи, был чемпионом Европы, его заметили там, и ему удалось, в более молодом возрасте, получить, македонское гражданство, и это помогло ему, он многократный участник чемпионата мира и Европы, призер Европы, и как бы на жизнь зарабатывает вольной борьбой, состоит немецкая команда вольной борьбой, каждый год в лиге немецкая участвует, опытнейший борец, Айгулан, Иванов, Мегиноканкалатский улус, это сказано, 61 килограмм, если ты представляешь, Мегиноканкалатский улус, который претендует на командное выигрыш спортивных игр, спор идет сейчас очень принципиальный, но не подарок, Игорь Лурова. Ну, а сейчас посмотрим, как у нас будет лидер борьбы, как говорится, вот сейчас он чемпионат, и группу показал себя не с плохой стороны, да и международных турниров, кто же показал, вот недавно он на чемпионате турнире стран Средиземного моря, занимал, 65 килограмм, боролся, но для этого, и занимал там третье место, по-моему, да, и это, вот таких турнирах наши борцы еще не участвовали никогда, и впервые в истории борьбы есть такое вот стране, да. зрители, здесь интрига очень большая, в нижней части, 61 борется, мастер спорта международного класса, Белоруссия, неоднократный призер нашей Российской Федерации, призер чемпионата мира, борец у Селданского района, Тютрин. Да, да, Орьян, Орьян Тютрин, ну, это все знаете, участник этого нашего большого соревнования, спорта киарного турнира, он представляет, естественно, вот Белорусскую республику, чемпионат Ахмир очень хорошо боролся и показывал, занял там третье место, тем самым у нас для Якутской школы борьбы перенес еще один медаль мирового масштаба. Ну, борьба сейчас в течение минут, минуты 10 не очень такая захватывающая, так скажем, ребята, осторожнейшая. Ну, это со стороны так, вот, ребята-то, они настроены очень хорошо, как говорится, сильные, вот видите, какая сейчас вроде бы и блокирующая захвата, с одной стороны, вот, видите. Не вроде бы, а точно блокирующая захвата. Но, но, но он же этим, как движение, он хочет провести вот это положение, тоже прием. Поэтому они друг друга все-таки знают друг друга, вот и опасают, вот это есть, вот это сверху, и сейчас он сверху берет захват, видите, и за локоть с левой руки. хотел, 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 за схватом ноги сбить, зацепить хотел, да, зацепить хотел. Ну, я скажу, что... Первый перед закончился, и как там на того год? 1-0, 1-0. 1-0, я скажу, что Уйгулан доминировал, он все время был в центре, и пока мы не видим таких... Мне кажется, что здесь не то, что кажется, а именно вот видите, зацеп изнутри не прошел, он баллы выигрышные не дал, и он защитился. Подготовленный человек, эти такие действия смотрят, да. Сейчас Владимир пропускает проход в руку взял подмышки. Пока не хочет и снова атака нет. Он блокирует все действия Иванова, сохраняет этот разрыв, он просто знает, что при желании может скорее быстро выйти вперед, но остается 2-24. Загружает заголову. Вот в этом положении он хочет выйти назад, за спину, но пока Ульгулан тоже готов на это, он ждет это положение, но это очень пассивное положение обоих борцов, мы скажем, но что поделаешь, вот сейчас какой-то доли секунды они будут так бороться, но арбитру тут, наверное, мешаться надо, он долго, голова, рука задерживается, и вот так и узнал, что правильно. опытный человек, сразу определили, здесь надо Ульгулану в глухую защиту не пойти, ни в коем случае такой опытный мастер спорта международного класса Владимир Егоров сейчас накажет. Вот наказали, 30 секунд дали, потому что голова, голова была, по делу, по делу, Володя захватил центр, заблокировал все действия, исключил голову, положение туловища у Иванова, она была в тяжелом положении, он не мог ни атаковать, ни защититься, снова голова вниз идет, вот видите, толка, вот это положение, хочет атаковать, но не получается, потому что с одной стороны он сам находится, была Кирюша, голова, очень активно в секундуре Матвей Матвеев, призер чемпионата в России по вольной борьбе, сейчас главный тренер, он сам по себе такой чувствует, да, и понимает, что за 50 секунд можно потерять место в финале, он атакует, захватит, да, он мне здесь ничего начинается последние 40 секунд, борьба только проход за дальнюю ногу, вот он сейчас готовит, обоюдно, да, здесь можно на обратку улететь, если чуть корпус не прочувствуешь, да, Володя, то это очень классно это делает, 24 секунды, захват не скрещен, да, еще ногой пытается и в выигрышном положении оказался Владимир Егоров с колен, здесь активным захватом, здесь арбитр как оценит, поздно почему-то идет, да, один балл дали, все-таки ну, правильно это вывел, и сейчас уже время 5-3 секунды настало земной и будем говорить Владимир Егоров в сборной Амгинского ЛУСа на классе но я думаю что он как-то бережет себя да естественно без затрат хотел выиграть на классе на контрабель чувства он как-то отдал специально наверное скорее всего неактивность не проявлял сохранял функциональные возможности и в нужный момент за 40 секунд при тяжелейшей положении находился но через крестный захват обратный вышел перехватил ногу и на коленях хотя вышел но арбитр посчитал что это активное действие опасное положение было и дал балл и минимальным счетом 2-1 проходит и вот если сейчас оценить на повторе сейчас покажу вот в каком положении находится в защитном варианте находится борис красный трюков он хотя у него он отдал захват с левой ноги но все равно вот сейчас и сейчас вот переходит переходит вот голова вот он вышел видите как хорошо и сейчас контратакует захват ног и оттуда борис синим трюков вышел за ковер и это оценивает и это естественно очевидно очередное одна восьмяя часть финала 261 килограмм лидер один из лидеров это весь опытнейший Федор Постников Таткинского луса но он свое мастерство оттачивал в Чуровщинском центре вольной борьбы и против него Артем Слепсов Мома но мы понимаем что это родина защищает свою честь но Слепсов является тоже профессионально занимается больной борьбой счет 1-0 выталкивает на уход с ковра дает Постникову первый выигрышный балл но здесь по классу намного сильнее мастер спорта неоднократный участник чемпионата в России многоопытный Федор Постников Постников он при ну может слепсов здесь предпринять рисковые какие-то действия поставить Федора в неудобное положение из них выйти в выигрышном положении но здесь когда ты уступаешь и в мастерстве и в стиле и скоростных качествах да у тебя шансы минимальны естественно вот более-менее подготовленный спортсмен ну опытный спортсмен постников много 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 этап но он занимался ну больших ученых тренировочных сборок естественно с сильнейшими борцами и России и других республик скажем последнее время вот сейчас подготовкой перед подготовкой к спортике в мире естественно они прошли все отличные сборы да и здесь у нас Лякузки да и в других городах но сейчас мы увидим как все борцы подготовлены поэтому тут сегодня скажем слабых ребят нет но то что чем богата тем я рада наша республика на сегодняшний день с одной стороны это очень богат да просмотр в каком состоянии на сегодня уровне на сегодня у нас больная борьба во всей нашей республике дорогой и мы все работающие тренера и специалисты которые руководители спорта больной борьбы сегодня центр работает хорошо поэтому давайте посмотрим реально на что мы на сегодня способны я вот думаю что Артем слепцов нашел все-таки прочувствовал борьбу и сейчас начинает нагнетать значит он функционально очень хорошо готов остается 20 секунд до первого перерыва и здесь нужно вот помните как опытные борцы даже в течение там 10 секунд берут желаемое делает но здесь не получится федор хотя ступает уже в центр отдал но здесь для судейской бригады надо именно чтобы наказание 30 секунд не прервалось поэтому и за уходы не дают опытные борцы это знают успевает продышаться тяжелое положение все таки федор себя поставил да минимальный один балл выталкиванием за ковер это не его борьба ну конечно борьба молодец Артем Слепцов сохраняет большие шансы выиграть опытного бойца выйти в четвертфинал перенести победные баллы своему родному Лусу физически крепкий очень крепкий оказался второй период начался подсказали что надо верхние стойки в активном захвате провалил так но здесь судья определяет что был выход за ковер второй балл постникову не прочувствовал чуть-чуть какие-то сантиметры против Слепцова оказались но провалил он грамотно да 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 очень выкинул и снова он хорошо нырнул но сам остался чуточку он хотел ваше бросить пушку сделать две минуты до пальца запрещенный захват это считается блокировка борьбы запрещенный поэтому вот замещение дал арбитр ну и борьба стойки идет характерная борьба чурокчинской школы вот такой манере борьбы действовал Егор Пономарев которую скорее мы увидим переворот через корпус сравняет счет 2-2 но двумя баллами этими своими действиями слепцов выходит вперед сейчас вопрос вопрос для Федора минута 43 решаемая задача на верхней борьбе Артем ничем не уступает Федору обоюдно захватов борьба идет за выигрыш положение ребята борцы работают руками но вот сейчас запястье контролируется Артемом значит он боится прохода ноги знает что Федор может за дальнюю ногу и потом оттуда попытаться заработать балл но Федор все время лезет вверх нагружает предплечье Артема минута остается в борьбе но здесь более как-то по скорости быстрее Артем с лицом не вставать не вставать вот стал вот хорошо отработанный вот именно под Федор видать приемы проваливает чуть-чуть и переворот красивый да 360 градусов вокруг своей оси и 4-2 вперед выходит слепцов 40 секунд для решения проблемы это потеря будет долетать из Кавулуса но опять защищается очень грамотно очень грамотно вышел опасное положение 23 Босникову очень сложная задача ставить сейчас за 20 секунд нужно для Артема сейчас надо концентрацию держать атака Косникова и снова сбивает но пока бала нету пока бала нету да еще без сам вышел сам заработал да интересной борьбе упорной интересной борьбе более молодой более физически сильный очень очень грамотно хорошей борьбе показал да для праздника прямо в Момском районе растет такой великолепный борец который пока что не дает возможности Федору Косникову по борьбе выиграл очень красиво не дал возможности Федору ни секунды сомнения очень аккуратно боролся и очень грамотно выиграл вот Семен Соркомов участник чемпионата мира свое время он сейчас работает в Момском Луце главным старшим тренером своего района и вот молодые спортсмены подтягиваются и вот даже опытного спортсмена как Петр Босников выиграл молодой один из молодого поколения Селепцовых очень много в Момском Луце которые свое время блистяли показывали блестящую борьбу как говорит Петод Селепцов один из них который учился у Дмитрия Петровича Коркина давать да такая активная защита обычно пользуется чеченской борьбой вот переворот отталкивания сальто даже Дикхан Гигиреев делал да захват уходил и сейчас вот Яков Павлов и Александр Балуев оба конкурирующие команды представляют принципиальная борьба но Яков Павлов это очень такой ему пора выигрывать соревнования он подходил к педесталу но Александр Балуров Сунтарской улосы сейчас Сунтарская школа борьбы на подъеме вы буквально мы в своих прямых репортажах об этом будем вам рассказывать но сейчас видим борьбу 30 секунд Павлов физически выносит в пассивную зону Балурова и Балуров получает замечание Горьков не дает возможности заработать баллы обоюдном захвате Павлов на ногах здесь определенный балл вышел за кувер тем проиграл один балл конечно но сейчас на ковре работает один опытный студент Аркадий Тастыгин Смегина Конголас региона но он много раз участвовал конечно но это определенный один балл естественно был он вышел за кувер за пределы ковра поэтому наказывается таким техническим потерей технического балла но опытные борцы да синего борца дают замечание дали по-моему 3 секунды я считаю что это дает шанс борцу синему треку Балурову заработать свой балл но здесь тактика борьбы иногда даже бывает что борцы самостоятельно дают треку имея план борьбы на всю схватку мельницей проходит для защищает по-моему павлову очень красивая тампонский борец за счет вот контроля движения баллуро не дал себя до конца исполнится заблокировал мельницу наказан баллом предупреждением за выход за ковыром павлов получил а снова проходит в пятки опасно против сустава против сустава нельзя вольная борьба не самбо не самбо как говорится 30 секунд в конце периода борьба ушла вниз и снова атака была борца синим тригоном вышли вот сейчас выходят за ковыром видимо но это было здесь нету да но баллуро показал настоятельно дал понять якобы не расслабляйся якобы я тебя достану бездействие получается у нас баллуро сейчас надо концентрироваться и как действие и свои действия надо провести вот очень но сейчас он бертушкой сделал хотел пройти на руках но это же не получилось потому что тот шаг назад сделал конечно он отцался воздух и этот прием ну вот теперь мельницей да проход мельницей и вот сейчас переход но комбинация снова потерял защита какая он галину стоп взял ну контур действий и снова ниже колени прошел борьба набился уже 4 минуты борются борцы перешли на низкую стойку вертушка очередная но тоже недоработанная вверх вверх боится павлов все знают что сунгтарская борьба вверх под руки взял помним самсонова все поэтому ждет ждет момент не прочувствовал опасно в опасной зоне утром вывих локтя или скорее вывих в таком движении растянуть связка невозможно на видать чашка чуть-чуть сместилась в активной борьбе посмотрим как там но это вот видишь при плотном захвате на груди против непроизвольной это не грубая борьба не кончил дорогие наши это смахивал его когда отошел но якобы павлов остается замороз сделали пистолет знаменитый пистолет но якобы павлов готов был к этой борьбе что отдал кто обратно получил преимущество должно сохраниться статистическое положение в партере обязательно поднимается 6-1 в пользу тампонского спортсмена тампонского но сейчас снова 2 минуты но опахин балуров может в верхнем плотном захвате ищет борьбу молодой александр александр балуров балуров вот он и снова остался бросок не получился и снова остался в нижнем положении ну а перешел и что тут ну свисток стойка на ковре уже мы выходим второй ковер и там борьбу ведут наши один из ведущих спортсменов нашей республики Альян Тютерин он в синей форме его соперник Петров Красный Серегон и борьба уже идет сейчас бал и ведет два балла и снова он заходит назад переводом в нижнем положении остается Петров сейчас борьба и накат и вот накат очень коварный прием такой и Альян очень хорошо это продемонстрировал и он уже идет счет уважаемые телезрители мы видим в этой борьбе высокий класс мастера призера чемпиона мира и каждое движение предносит результат за полторы за минуту восемь выигрышных баллов и с собой проходом высокой стойки 10-0 мастер спорта международного тютера легенды надежды легенды будущая легенда у Солданского луса но между прочим и соседний нам и лус тоже на Альяна рассчитывает иногда но пока он за свою школу борьбы выступает буквально минуты 10 выигрышных баллов все движения как под копирку ни одного лишнего ни сантиметра ни вбок ни вверх все действия вот сбит сразу же за корпус партер вниз и на повторе показываем вот сейчас проходит он чуть дёрнул вверх и оттуда вниз и вот ключ да и переворот накатом ну комбинационная борьба Ариана Чютерина вот вы смотрите все-таки человек придёт чемпионат обмиром победите много обмиром Александр Авелов и Пётр Константинов но здесь ваша принципиальная борьба потому что в чемпионате города Якутска неожиданно для Петра Авелов поставил такие вопросы и вышел победителем и так что если так скажем на борцовском языке Пётр имеет зуб на маленький маленький но Авелов очень нравится мне его борьба сейчас в борьбе разрешены определенные цвета трико костюм спортсмена главный чтобы это не за коврия победа держала Яков Павлов упорной борьбе молодой Сунтарской не смог найти контрмера но в борьбе да Водовелов сбил Петер Константинов является участником чемпионата мира по юниорам бронзовый призер чемпионата мира в Сараево очень мы на него всегда надеемся он один лидер захватил лидерство после получения граждан Андрея Бекренева и Ариана Тютрина 61 килограмм но против Авелова у него борьба как-то пока еще не получается Авелов поймал его сбил портер получил два балла минута уже прошла но для города Якутска что-то провалил и еще вот уходит сам Константинов на бал два балла 2-2 но он впереди да сейчас уже равный счет но нужно портера работать надо надо было чуть вверх поднять или как надо было провести определенное какое-то техническое действие но Константинов это не удалось это не удалось Константинов то мы ждем у него хорошей борьбы уже давно ждем он уже должен показать достойную борьбу свое время в юношеские годы очень хорошо начал бороться ну а сейчас старшей возрастной группе чуточку не хватает ему но сейчас посмотрим вот этом спартаклядном турнире он должен показать естественно на что он способен на следующих годах как будет бороться какой сборной будет он ходить для Александра Авелова надежды на свою скорость но в два раза эта попытка не дала ему результативных действий и первое и в одном из попыток он отдал добровольно два балла просто провалился лег положение такое неудобное и спокойное забегание сделал Петр Константинов со счетом 2-2 но впереди последнего действия Петра Константинов но про Петра еще можем добавить он в самом таком борцовском возрасте секундант Егор Старосин и Никита Никитаров Никита Никитаров Егор Старосин он боролся 57 всегда был в призерах и в чемпионатах России Советского Союза хорошо боролся чемпион Российской Федерации Егор Николаевич Старостин один из сильнейших борцов в свое время а сейчас один из успевающих тренеров той плеяда которые занимались тренировались и работали легендарным тренером нашим отцом больной борьбы Дмитрием Петровичем Коркиным и один из лучших учеников таких учеников очень много у Дмитрия Петровича история развития больной борьбы об этом все знаете народ Япутии и вот борьба сейчас начинает идет как говорится второй период у нас что-то экраном что-то случилось но я думаю пока вот перешел и Константинову надо добавить он сейчас свою борьбу покажет нам на что он способен Александр Александр Авилов нашел противоядие он сейчас более активен Петр Константинов но в положениях не хватает определенного момента и еще два два нет баллы действие не оценено всего две минуты 14 Физически мне кажется что физически сильнее Авилов это на глаз видно захват очень хорошо контролирует Авилов и все действия пассивен да правда у него левая рука не работает как-то просто прислоняется но если бы добавил руки здесь в тяжелом положении оказался вот Константинову надо найти очень хорошо очень хорошо неуломимым движением как бы корпуса поставил как бы заставил все мыши на прессе и спокойно сбил со счетом еще два балла пока минута с лишней месть Константинову вот в сторону шага очень хорошо было продумано но концовки нету окончательного результата нету поэтому промахнулся да ну скажем промахнулся но надо почетче почетче надо работать Константинову вот сейчас это не получается минута авела кто ждет смотрит очень контролирует крепко аккуратно очень вот снова вот надо тут найти нет не получается вовремя встал и что-то очень рано ушел Александр Авела в глухую защиту блокировки шеи головы старается но притом он только одной рукой работает на пальцах держит блокировку получить наказание может на пальцах на пальцах корпус вот физическая сила более мощный корпус Александр дает результат он очень опасно положение был на краю круга прочувствовал и корпусом остановил и ударом сбоку разворотом положил опасное положение Константинов здесь баллов дает не успел реагировать два балла дали да умышленный уход посчитали это наказывается 4-6 ну беремен уже заканчивается сильно блокирует да ну правильно с его стороны а белок очень правильно ведет встречу вот очередной раз Петр Константинов попадает в камень не может пройти Александра Авелова четверо финал проходит Александра Авелова это звоночек для тренировок для стимуляции для продумывать вот Егор Николаевич показали крупным планом вот сейчас счастлив Александр что такого сильного борца Владимир Григорьевич Яковлево показали тренера белого на сегодняшний день представителя Нюрбинской Улуса он является заслугимым тренером Якутия Российской Федерации Голову Голову встретил Голову Голову Встретил Голову Встретил Семен Сергеевич Когда сбивал он грудью встретил Голову центр тяжести он провалил Свистил и сбоку сбил Физически силен оказывается Александр природа его одарила этим талантом Ну и умело воспользовался своим превосходством Ну правильно ведел тактическо очень хорошо грамотно вел Мы уже видим борьбу Павлова Кирилл Павлов и Алексей Барт Ну тоже ребята тренируются в городе Якути Барт Прошел Финал попал через отборочный цикл Павлов чемпионата прошел Здесь по экипировке да по правилам надо все сделать на экипировку когда борцы выходят на ковер они подписывают соглашение негласное что в виде снимки в виде изображения являются они должны дать согласие чтобы использовали как рекламный материал чтобы спортивная экипировка трико спортивная была соответствовала правилам и он поменял и вот за это должно предупреждение замечание получает устное замечание пока получил спортсмен но это ошибка знаете почему представитель тренер его нос там написано фамилия другая это надо иметь свой гигиеничный правильно современный реалин трене так есть сейчас винише время бросковый парень бар тут шел внутренне за собой ног пытался сделать но ни один не получается минута борьбы счет 0-0 70 килограмм до 70 килограмма вес завтра ребята чуть-чуть дадут им расслабление кто попал в финальную часть разрешается провес 2 килограмма на восстановление но сегодня это уже завтра это другая история будет сегодня вот на данный это дорогие зрители вы в реальном времени видите прямой репортаж болеем за своих борцов за свой район за свой холк-холк остается там полторы минуты первый период половину отборолись содержание борьбы пока не дает нам больших поводов для комментария в среднем дистанции бесплотного захвата блокировка идет борьба дали 30 секунд спортсмену по-моему одному из них дали 30 секунд кому дали я точно не посмотрел но дали джигантскому борцу борцу синем трико барту Алексеев он атакует услышал да но остается там поднимет сейчас здесь грамотно осторожно два балла правильно наказали один два должен быть да но сейчас два балла дали спортсмену синем трико он вышел вверх охоте хочет провести накат это накат очень коварный прием как говорится но не получился не получился и этот прием Сергеевич я услышал такие нотки дагестанских твоих друзей у нас в то время когда мы боролись были друзья которые ну негласно так комментировали да с таким тонким юмором так скажем да счет 2-0 25 секунд остается борьба успокоилась высокой стойки борьбы занимается блокировкой активной защитой и ложной атакой так скажем прямо рисунок борьбы желание как показать красивую борьбу здесь не видно пока 10 секунд остается 1-2 впереди бар в современных правилах это ничто да но она не наказывается это вот сейчас время сейчас хитрость такая маленькая уловка сейчас будут отдохнуть а как вы судьи боретесь с такой хитростью нужно угадать надо просмотреть как в каком состоянии есть арбитр есть команда арбитра надо бороться и так далее есть команда действительная поэтому раскрыться бороться не блокировать есть команда поэтому все зависит от судей очень много особенно от арбитра здесь хорошо свою ошибку сам же исправил Алексей Барт он провалился прямо как бы с груди но видать есть живы определенной категории которые как домкрата потихоньку потихоньку он поднял приподнял и захватом ноги вышел победителем с этой ситуации пропускает атаку очень хорошо сейчас но до конца еще нет контраатаке вот это очень опасно сейчас он даже положит или нет не получилось не положил я точно знаю что это эмоциональный блеск взрыв был в этом фоне в этом фоне в фоне гормонального взрыва безбашенные движения были в бой попадали в тяжелое положение здесь спортивная наука говорит что при определенном сбросе гормонов адреналина центр принятия решений мышечной переходит прямой и здесь вот так бедро опасное одним движением и вот это одно движение дало столько поводов для нас того для равнышления вот видите вот сейчас вот мог положить джону вот сейчас ну он хочет уйти вот через мост уходит переворачивая переворачивается на живот вот видите как на грудь на живот вот судья коронометрис борьба и чистой времени все остановки фиксируется записывается что при больших вот таких паузы было ясно всем и зрителям и борцам и судьям должна быть по-русски честная борьба да одним словом естественно но быть все фиксироваться все фиксировано должно быть сейчас современном таком разбитие уровня технических средств у нас очень много таких в виде повтор виде записи там очень много сейчас технические действия эти человеку помогает как работа вот щадкой хотел уйти но не получилось вы сейчас и до вытолкнет ногой удар и нет это хотел бросить на на лампочку на корпус сверху вот остался сам вниз и вот а здесь основная ошибка но у нас остался опасно положение хотел что-то привести какой-то вот этот бросок прием на мосту на не получилось он сверху действовал очень активно очень хорошие захват у него крепкий конкретный бог вот я остался он внизу а сейчас и если посмотреть по динамике движений у алексея бата антрометрические данные но не позволили ему рука длинная она осталась но уперлась и поэтому бросок не полон уперся руками в ковер и сам себя остановил и было время для павлова перехватит рукой поставить тобой но молодец алексей он 5 4 с такой трудной бы положение вышел и как оставил шансы для себя пала впереди 5 4 еще две пятна две тринадцать еще борьбы но в симуляции у нас борьбе это всегда негативно без ну правило в четко написано если борьбе сам останавливает борьбу без крови но он обязан быть наказан но еще класс и арбитр это видел что это не преднамеренная остановка и борьба продолжается 5 4 алексей парк впереди весовая категория до 70 килограмм 16 лучших борцов нашей республики оспаривает финальном борьбе оспаривает и трехотапной борьбе они должны выявить сильнейшего чемпиона который течение четырех лет будет называться чемпиона до следующих игр до юрбы навечно она встает этот и он до четыре года пройдет он не чемпионат вот еще вот он отлично обоюдная острая борьба сейчас один балл получит алексей бак еще время есть одно движение и ты уже победитель можно сказать два балла переворот надо было сделать здесь не надо было оставлять попутку сделал но поднадеялся что времени много а павлов то не тоже не против этого скорее он может заработать свои баллы баллы сколько там 1 красному 9 5 минута есть четыре балла на одним броском это можно в свою пользу тем более алексей а как умеет рисковать но сейчас по резерве как он рискнет минут пятьдесят семь секунд активный классический захват обоюдный но и когда обоюдном захвате статистическом положении незамедлительно звучит свисток арбитра и борьба продолжается в дистанции здесь в борьбе есть время надо было ошибку делает он расстояние один проходом хочет решить сейчас в завязке надо плотный захват бросок какой-то надо привести вот захвате надо было пока а это уже дает это подарочек подарки называются просто без ничего это он чуточку поспешил бедать хотел решить задачу свою очень быстрым беременном промежутком но санта борьбе и на во время борьбы мы видели его движение ему понятно было человек эмоционально очень взрывной мышечность чувства хорошо развита но он высокий и вот иногда вот школа борьбы скорее всего когда он действие не доработал чуть-чуть и люди всегда помогают природные данные а у него получилось что он попал тяжелое положение из-за того что просто перца рукой борьба дальше сейчас на повтора видно что перемещение в корпус и павлов заработал технические технические средства вот нам помогают как дальше на на исправлении дальнейшем своих ошибок как говорится вот это сейчас мы наши тренера очень многие эти технические средства мы пользуются и это идет для блага как для совершенствования своих дополнения своих знаний и так далее поэтому сергей да не было я лава бы в богу в уши да алексей бад наверно скорее все равно потом пары увидеть это конечно сами цели да и он это ошибки на следующих соревнованиях исправить и для этой дается минуточку внимание у нас кто стоит это айсен Потапов да сейчас посмотрим лидер весе и большие мастера сейчас войдут выйдут в ковер ну вот сейчас константин епимов таттинскую лусь да это борцы высшей категории высшей лиги так скажем да айсен потапов человек очень известный и в классической борьбе и в капсагае в национальном нашем борьбе но лидер один из лидеров надежда нашей ближайшие два три года мы надеемся и в российском ковре что он заявит себя у него все есть школа борьбы есть характер есть нужно только как следует тренироваться надо как следует исправлять свои эти ошибки какие есть ну и определенные броски конкретный прием надо изучать их обосновать надо их себе закрепить надо своим учить их своих работать как бороться вот и все впереди у него но есть возможность работать но видимо доминирует здесь эфимов знает все сильные стороны у айсена и главное чтобы бытовые тоже условия должны быть любимая жена должна быть квартира машина это тоже мешает современном мире борьбы бессеребренников нету но айсена и вся якутия на айсена надеется верхоянские хребты это всегда была кузница сильных ну и там специфические да высокогорье вот это и как называется горный баран чубоку дает определенные силы 1-0 впереди не чубоку дает а мясо чубоку дает да правильно спасибо большое я извиняюсь вот бросок очень ровно да минимально заработал два балла отлично отлично очень хорошие действия на крест сразу же еще но не получилось не получилось соперник был на коленях чуть пораньше прогнулся надо было вытолкнуть на период и надо было прогнулся тогда получилось советовать 3-0 айсена потапов впереди еще времени в вагоне куча эфимов надо смотри ищет борьбу и он на пик скорее сейчас перейдет на этот ситуационную борьбу эфимов и будет пытаться си или на контратаке своим собственным бруском да естественно просто он понял что в тактической борьбе захватах и ловить там нечего хотел за шагованием зайти поставил такое положение то за задачи сайсен почему-то не ожидал активной перехитрил до переказал шагом хотел и внутреннюю под не подножку даже просто отцеп сделал сэп до ой к но это ножницы называется прием вот так же конкретно это очень жесткий болевым ощущение первый раз нашими финальной части спортивных и восьми спортивных игр нашим современном ковре под новым навесом стадион только пустил и первый раз мы вот течение пяти шести схватов увидели услышали туши до 1 1 1 победа на туши высший класс когда противно ложится на лопатку вот дернул вниз хорошо что пошел дальше семена сергеевич а вот если оценить вот и глазом мастеров движениях суеты не видно давай сцена все-таки человек взял вот хорошо движение до сцеп очень хорошо сделать вы замечаете с говорите что отточен он до когда финальной вот такой движение ну тренированные одиночные отработанные приемные отработанные приемы вот нам показывают можно очень хорошо проделал правильно продаминстрировала естественно в этом тяжелом положении оказался соперник ну и победа на туши и как говорится ну гирилл мастерской и нюргунс крябин но нюргунс крябин призер европы победители ерегинских игр сейчас борется за сборную белоруссию очень опытный талантливый рассудительный и технически грамотный борец но все мы знаем что в некоторых соревнованиях чисто физическая сила иногда подходит а когда нюргун в форме это мы это видели в ерегинском турнире железный прием обратный крест нельсона так называемый заслуженный мастер спорта в течение секунды оказался в лопатках но он очень хорошо делает техническое действие мельницы проход ноги но ведь он выступает весом выше 70 килограмм на праздник это могут физически сильнее вилл в степку вот да работ ноги сейчас посмотрим как он будет защищаться переворотом корпуса не отдал банда мордовской тон крепче ну выше веса от антрометрические усы сильнее опыта конечно опыта много человек выровнял да за счет природы своей и вот и происходящее качество проход ниже колени вот сейчас но сейчас стал и сейчас посадка сделает два ноль нюргун скорее впереди время есть но прочувствовать надо соперника вот когда еще богатыри если они наоборот иногда бывает и да и если очень сильно проваливаться его легче подбить конечному чему нюргун это может сделать сейчас вы все будет гружать груза и грузит грузит и накормит потом лениться наверное посмотрим сейчас как он будет тактическом плане как вместе с от схватку потому что он не спешит спокойном темпе ведет свою войну кириллу надо наверное напролом через физику войти плотно и активный захват и так и хочет он живут более-менее много движений делает борис синим трехом порядочить надо левая правда левосторонней стойкой пробить и проходит ноги но пока водяда сейчас на нужно сантрите по будьте сантер центр центр надо вот опять но это просто чуточку халатно относился он это проходу ног вот так хорошо взяла до конца прием не закончил просто он же спокойно будет он ему ты спешить некуда он знает это естественно будет он атаковать и атаковать и ну и вот первый период закончился счет у нас 30 потому что нервону то спешить не куда вас сейчас посмотрим гаврила игнатьева нашего тренера воспитанники амгинской школу скажем свое время очень хорошо проработал одни стал анкевич учеников димитрия петровича михаил степанович скрябин вот сейчас гаврилка игнатьев ведет тренерскую работу ученик михаила степановича в этой вот повторе точно видно что мордовской мог в этом положении даже вы его волну нервон не дал ему это возможно дает новую ну что он наказать надо сказать несмотря ни на что это не спешит да да вот теперь вот и снова тоже но сейчас на крест перейдет вот это уже будет сложно но перешел на крест и вот сейчас проведет ясно это уже два балла с одного но это уже 2 балла с приемом вышел уже 7 на 7 баллов ведет нервону очень спокойном темпе и снова хотел бы низ за голень но не получился время ею рифа достой и почему-то представители верхнего листов использует приема капсагая да нет я бы в его положении имеет такие физические возможности я бы сверху обееваны по и посечками боролся против шансов на близкие ложных атаках проходах ноги он однозначно переиграет не только таких вот великих борцов про херной проход переход за спину и все ну и все один отрыв на девяносто баллов будем считать что одна и восьмой финала нергон на скребина продышался подготовил себя к следующему четверть финала а карел наверно скорее надеется что нергон выйдет предстоит еще один шанс надо и поэтому все что он делал пока он не готов не готов а а блин юрий а а а да преимущество нергона очевидно здесь и чадящим режиме нергон боролся вообще человек что поделаешь ну надо равняться нергону вот что нашим молодым борцам вот вся задача перейди у ребят молодых а нергон то он сейчас тренируется и борется под плагом очередная схватка петр павлов команда который претендует на вольной борьбе на один из высших мест командам за счете за счет берутся 8 лучших результатов с 13 весов и против него борис северо-восточный федерального университета Эдгар Кудаисов да я честно скажу Эдгара я не видел как он борется а Павла я знаю видел как он борется в течении 5 лет тоже бросковый напористый но он весом категория 61 показывал свои лучшие результаты весовой категории да 65 что-то выдающихся результатов борьбы от него не видели и за команду он должен крепкий орешек должен быть ну ему задача была естественно поставлена наверное но это для этого есть команда тренеров у солдановского района они тут уже я вижу многих наших именитых тренеров на сегодняшний день это Степан Петрович Сипсов тут по-моему находится тут находится по-моему Иван Николай Сипцев это заслуженный тренер Российской Федерации лауреата премии имени Коркина очень такие таланты наши на сегодняшний день одни из ведущих тренеров республики здесь и Ким и Ким и Школа Дъездников тоже лауреата давайте про Петра Павлова Петр Павлов рожденный сын Аласа Мюрю он здесь родился здесь вырос здесь набирал первые шаги в вольной борьбе потом вместе с тренером вышел в школу Олимпийская резерва сейчас находится в центре подготовки профессиональный борец да поэтапно поэтапно все прошел и он бросковый довольно рисковый борец дело в том что не я думаю что когда он вес не гоняет он должен еще быстрее бороться когда он слишком много вес гоняет у него скорости всегда не хватает вот сейчас поднимет голову поднять надо плечи голову вот и вот заработает заработал упустил упустил момент 3-0 судьи дали оценкой по моему да ну 2 балла дали это вот 3 3 баллы имеет в запасе в спокойном темпе ведет сохранить надо этот счет с одной стороны и с другой стороны надо ждать моменты и эти моменты для свою пользу надо ошибки своего соперника как говорится ну захваты не очень плотные попеременная нагрузка головы как раньше у нас говорили когда голова ниже девши пропала да всегда это шею нагружает конечно ребятки есть возможность научиться как грузить какие определенные такие чтобы подготовить приемы у вас сейчас дают ценное указание представители команды у солданского района своему ученику как говорится и это мы посмотрим дальше после перерыва еще три минуты будут бороться спортсмены пока ведет представитель у солданского улуса но свежий петр павлов должен искрометную борьбу показать скоростную бросковую и он это все умеет делать но Кудаисов как-то пока сумел контраигру найти как мы видим активными захватами он противодействует но пропускает за ноги но здесь и клещи можно взять но обратным захватом за корпус Кудаисов ставит тяжелое положение пока но плечи поднять надо голову плечи вот пока не получает ну вот начал начал подниматься в общем с левой стороны пока балла нету ну выйти надо если есть а выигрышных баллов нету еще раз надо попутаться да на корпус перешел сейчас два балла взял перехват и ну вот перевел портер две минуты до конца борьбы трудовые трудовые две баллы 30 секунд вязкая борьба на ключ ну очень опасный этот прием коварный прием но не получился но силы чуть не хватило это очень иметь надо как сам сил да 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 и этот коварный прием он хотел провести этот захватом головы до этого корпуса плеща да обратный ключ опасный прием это 5-0 полторы минуты борьбы еще кудаисову надо надо чуть себя показать ногами не борется да я думаю что в борьбе подключил бы охват отбивы кудаисто мог бы навязать борьбу что такого борца это борец будущего века такого спортсмена борца еще нету это легенда советской вольной борьбы ученики Дмитрия Петровича Коркина ну наши ученики якутские парни вот школа якутской борьбы есть сегодня они продолжают эти молодые ребята ну и мы естественно ждем от своих ребят может очень многое но естественно мы хотим быть первыми да да мы хотим чтобы ребята боролись очень красиво очень активно сильно большими здесь надо в этом техническими действиями вот которые оценили вы судьи на бывших категориях оценок давали ну вот пока пока ребята нам показывают то что на сегодня они способны ну новых правилах да ну я это объясняла еще в начале прямого репортажа новых правилов заработанные вот эти оценки они дают вот куда иса вот ноль который он не заработал да это может ему такую шутку сыграть да шестнадцатом да вот надо было ему хоть одно техническое действие надо провести чтоб записаться протоколе как говорится да да правильно афанасьев да сейчас тоже борьба будет интереснейшая ну да сейчас скорее вот правила поменялись всего два-три года и в сознании вот школьниках и молодых борцов это не пришло что они думают что проигрывает однозначно а на самом-то деле проиграть тоже надо уметь надо тоже уметь надо заработанным баллом да естественно чтобы в таком протоколе оказаться выше борьба идет Василий Стручков легендарный сейчас скажем да он из действующих борцов которые лет 15 очень хорошо боролись 261 килограмм в свое время Василий был лидером нашим один из лидеров боролся в всех чемпионатах России и Ригинских турнирах сейчас выступает за город Якуз уже в весовой категории до 70 килограмм с красным трехором и проход он молодым да да очень хорошо да загляденье да но балла еще нет успел Николай перехватить руки пассивная защита здесь подняли потому что там чуточку против суставов было движение прием прием сделан поэтому судьи вовремя остановили встречу и начали бороться со стойкой у бирхян спортсмены Вы любители борьбы, наши республики очень хорошо знают в свое время. Братья Наговицыны. Народ не проходит. На прием не получился прием. Сейчас посмотрим, как дальше он будет в тактическом плане поставить. Массивная борьба. Да. Василий Стручков, он сейчас выступает за команду города Якутска. И это представитель, мы уже сказали, что он Верховенского унуса. И это школа Верховенской борьбы. Все знаете, очень прекрасно в свое время Николай Михайлович Давыдов. В свои годы, в молодые годы, когда он работал и поставил таких спортсменов, как братья Наговицыны, Виктора Рукавичникова и так далее. Но сегодня молодое поколение спортсменов уходит. И тренера там работают, Петр Портнягин, ученик Портнягин, который работал. Ну, сейчас пассивно работает, но все равно он строил. В борьбе здесь опасность для Василия, что он возрастной. Да, возрастной, конечно. Да, здесь надо было Василию пришить определенный отрыв сделать, да? Да, 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 чуточку, хотя бы на 2-3-4 балла. Да, и вот в конце периода напрягает Николай Михайлович. Естественно, он же молодой, сейчас будет. Вот атака, атака спортсменов. Вот хорошо он ушел. Ага, теперь самая, да, контратака Василия. Захват надо не упустить, это положение. Время заканчивается. По-моему, время. Время, время. Надо же переговорить. Со счетом. Ну, минимальный счет, но победа, есть победа. Очень, вот нужно бороться, вот сохранить, с одной стороны защищаясь или как-то. Ну, Василию надо было, он в тактическом плане очень хорошо, правильно провел встречу. А я заслужил с вашим рассказом про Берхоянских борцов. Заслуженная победа Василия Стручкова для команды Якутской. Это огромный шпех, с одной стороны, потому что он будет дальше бороться, дальше давать победный балл до очки команде Якутской. Вот, задача выполнена на этой встрече, как говорится. Ну, я бы со своего поколения добавил. Да, 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 да. Юрий Старостин. Юрий Старостин. Ну, очень много ребят, я же говорю, вот, школа крепкая, хорошая, вот, молодое, нынешнее поколение. Это продолжит, я думаю, уверен в этом. Ну, два конкуривающие команды, Петр Павлов и Василий Стручков, проходят во второй круг. Сейчас у нас Баир Мурсов и Лорион Андреев. Интересная борьба оба борца, многократные участники чемпионатов России, оба мастера спорта, класс, отвечающий за вот такой крепкий мастер-атак. Про Лорион Андреева телезрители в последних выпусках национальной вещательной компании САХА по Капсагаю, по Панкаратиону, его знают, можно сказать. Про Баира Бурса подзабыли маленько, мы напомним, что Баир был в свое время весит 70, вот, в этом, до 70 килограммов, до 65 килограммов. Лет 5-6 назад один из ведущих борцов. Сейчас он борется 74, и здесь задача пройти Лориона, но у Лориона задача выиграть, помочь другим командам, да, Кольфин еще. Ну, Баир славится вот активностью в первом периоде, у него всегда проблемы были с организмом функциональные, вот, видать, с детства переболел, скорее всего, гепатитом или, ну, таком, например, в 2015 году в Каспийский чемпионат России он вел 9-0 Касумова дело. И последняя атака за ним, оставалось 5 секунд, да, Касумов еле новый унес, ну, звоночек, перерыв спас, а в втором периоде поднаелся и за минуту отдал, там, 15 баллов. Ну, это перепады на грузских, и организм в какой-то момент отключается, вот. А второе дыхание куда девается? Ну, второе дыхание тоже, это уже иной раз. Химический реакция. Да, она иной раз не срабатывает. Ну, это... Осторожная, очень осторожная борьба, Баир очень ответственно подошел к этой схватке. Обычно он скоростной такой, очень много движений, а так бывает, а сейчас, ну, контролирует, да, Лориона контролирует. Потому что Лорион-то свежий мастер, как говорится, вот, а Баир-то немножко с отрывом, да, с отрывом, поэтому ему надо все время эти 6 минут нужно распределить по полочкам, как говорится, и провести встречу в том плане, в котором он на сегодня готов. Но самая сильная сторона Лориона Андреева, это его сломимая воля, воля к победе. Он занялся вольной борьбой, ну, в возрастном уже, лет 18-20, да. Самостоятельно начал тренироваться, потом нашел тренировок в Дагестане, сам туда поехал жить. Выполнил мастера спорта, потом переехал сюда, в Якутск. Занялся у Ивана Николаевича Сивцева. И в это время участвовал в нескольких чемпионатах России. Но, имея такой характер, силестремленность, трудоспособность, вот именно ему мешает вот застой, да. Начальник Шкода борьбы иногда хромает, и поэтому он отдает баллы. И сейчас тоже не нашел ключи, не смог сделать атаку против Бурсова. Но все решится в последних минутах этой встречи. Ну, тут посмотрим, еще осталось 3 минуты, как-то, но, на мой взгляд, нужно Андрею-то надо чуть-чуть, самому надо начинать. Ну, он понимает. Петров сейчас, Анатолий Петров, борец нашего поколения, бросковый был, да? Передер чемпионата в России, один из ведущих тренеров на сегодняшний день. Он работает по-крусски в городе, по-крусски же где-то работает. Ну, вот с переворотом корпуса на 90 градусов классная атака была, но Ларион успел реагировать. Ну, народ знает, зрители постарше знают, помнят его борьбу, и помнят его, наверное, любимое, да? Народ его окрестил очень типичным шведским таким сказочным героем. 1-0. Бурса Баир за счет пассивности Ларион Андреева ведет борьбу, но это не ведет, а имеет преимущество пока один балл. Две минуты еще бороться, но заготовки домашние именно вот где-то. Лариону надо чуть поближе, приблизиться надо. Плотно приблизиться? Да, плотно приблизиться и работать над свою борьбу навязывать. А он пока идет под диктовкой Баира, да? Баира идет, конечно, Баир-то и нырком, да, вот это... Да, чуть напомню, 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 что он должен самоработать, вот. Нужно в таком темпе очень быстро надо работать. А я заметил, что этот Баир-бурсов умело меняет высоту стойки. Правильно он? Да, он очень низко или чуть-чуть поднимается, и момент уходит от Лариона. Да, он знает, что Ларион-то покрепче, посильнее, побыстрее. Он же и с одной стороны и молодой, и крепкий, и здоровый. Ну, а Баир-то вот ждать потихоньку. А Ларион сейчас замечание будет. Правильно, он за пальцы держит. За блокировку, да, еще можно получать. Вот, правильно, замечание. Ну, Барашков очень опытный. Мастер спорта в борьбе. Ученица Николая Королова. Баир-атаку. Ложная атака. Ну, показал свою активность. Это действует на арбитра положительно. Минута остается. Опа! Еще чуть-чуть. Здесь он ноги оба... Если одна нога ближе стояла, он подбил бы. Да, вот он. Опа! Нет, не полностью хорошо, не прошел. А что? Да, чуть-чуть. Вот, поднял. Нет? Вот, видишь, это... Долго лежать не надо было Баиру. Он же крепкий. Ну, достало, да, да. Два-три. Тяжелое положение. Забеспокоился Степан Петрович Сильцев. Естественно. Должен беспокоиться. Вот сейчас... Я думаю, что Баиру сейчас вспомнил молодость. Ну, а тот вот отрыв, который у нее был от борьбы, а когда он отходил, и вот это... Пропала вот эта... Ну, цепкость, можно... Или... Не прочувствовал намел, он опоздал, и за счет этого Лорион ее поймал. Ну, правильно, он Лорион-то покрепче, покрупнее. Лорион-то... Молодец, Лорион-то. Масса большая, вот сейчас... Интрига большая, 40 секунд. Да, вот за 40 секунд Баиру нужно вернуть, а ты... надо отыграться. Маленькую хитрость использовал, просто пошла. Ну, чуточку поспокоился. 74 килограмма, это очень такой хороший вес. Здесь в этом весе в Московской Олимпиаде выступал Павел Павел Шпенигин. У нас в этом весе были очень хорошие борцы. И Леонид Спиридонов, конечно, свои медали чемпионата в Азии и мира приносил в другом весе. Но... О, а вы нас... Да и по последнему действию Лорион выходит вперед. Ну, вот, конечно, Лорион-то обязан был. Осталось 13 секунд. Баируя это, вернуть очень сложно будет за 13 секунд. Но здесь еще по... Ну, вот, это уже... Нет, он ничего не делает, остается совсем мало. Совсем мало остается. Вот и все. Ну, сейчас по протоколу все будет видно. Лорион зря радуется. Может, у нее двух бросков... А, нет, он последние два балла техническим действиям получил. Ну, однозначно. Но здесь предупреждения могут сыграть. Если две предупреждения-то было показано, точно один мы помним. Табло, информационное табло на стадионы не показывает. От нас далеко. Мы не видим. Сейчас решение судейской руководитель Кабра решит. Но здесь или два предупреждения минус Лориону, да? Или действия, баллы были получены Баиром тоже технически. Да. Ну, красному дали. Да, конечно. Последние действия. В трудной, упорной борьбе за тактическую ошибку наказан проигрышем, так скажем, да, Баир Бурса. А волевая атака перенесла минимальные выигрышные эквалификационные очки. И в четверть финал выходит Лорион Андреев. Да, вот это положение Баир упустил в момент. Вот. Ну, да. До уходящего хотел поднять. Надо было здесь плотно еще наоборот, да? Головой сработать. Ну, голова уходила. Два раза попутка сделал, не получил. На противоходе. Ну, Лорион-то покрепче, естественно. Ну, он мастер-чемпион, абсолютный чемпион в своем районе, в Хангаласском районе. Ну, сколько там? 70 было, да? На абсолютном первенстве он в свое время выигрывал шкуру Волка. Хороший денежный приз. Ну, подбахом в Сагай это тоже определенная подготовка, как мы скажем. Подготовка для таких, спартаки, объединения схвата. Ну, да, решающий роль здесь сыграл в рамой в борьбе. Ну, вес, молодость, возраст. И здесь, ну, лидер этого веса, Власов против, лидер этого веса при отсутствии Виктора Рассадина. Мы все знаем, что Виктор получил тяжелую травму в связке. Он выпадает со спорткеды России, выпадает на отбор. Ну, будем надеяться, что все это быстро восстановится и выйдет. При отсутствии Севинобоева и Рассадина, лидер этого веса, двукратный чемпион нашей республики. Перед вами красный трико. Ну, сейчас Власову нужно, естественно, он ждет моментов, не упустит своего, конечно. Ну, и это... Он доминирует. Да, доминирует, потому что он, как вы уже отметили, сильнейший борцов на сегодня Севинобоева и Рассадина нету сегодня. Станислава выше весом борется. Ну, он в другом весе борется. Да, вот это весь и вот личным лидером, если так посмотреть протокольно, то это, естественно, Бласов. Ну, посмотрим, какие там... Виктор Степанов, Егор Пономаренко... Ну, есть, ребята, опытные есть и молодые есть. Ну, и Лорион неплох. Ну, вот Лориона, вот посмотрели, увидели. они сейчас раскроются откроется спокойно здесь я константин власов доводит борьбу до хорошим переворот и ключом крестным захватом крестным захватом переворот очень такой прием коварный прием болевым ощущением даже не продышался наконец свое время этот крестным захватом пользовался боролся али и пятикратный чемпион мира легенда советской школы борьбы профессор доктор медицинских но тогда я тоже добавлю я долгое время жил вместе с семеном димитрием и могу сказать что да конечно он выходец у солдатская района спорт идиоты между намскими просто из-за того что он родился в острове лены близлежащая школа была на стороне на правой стороне лены и намский поселок там были родители туда перешли а потом когда среднеленский район был сформирован он обратно они переехали на родину и здесь у нее было воспитанников среднее поколение у солдатской москвы но продолжим борьбу егор захаров тоже предвиден он бросковый очень мы помним его борьбу победу три года назад черопче когда он принес победные очки в киеву и каштарского да тоже знаменитые организаторы вольной борьбы он тоже уроженец у солдатской района да это мы подчеркиваем из-за того что финальные поединки 8 спортивных игр проводят то есть новом стадионе майяк-тебет-кара в районном центре улусном центре в барагонсах знаменитом аласе мирю географическое это название во всем мире известно и естественно мы делимся с нашими почтенными зрителями своими знаниями по борьбу солдатского района ну это основоположники и больной борьбы спорта физической культуре и спорта вот якутии это николай николаевич старский естественный вот он выпускник москорской это шестой балл по моему схватку очень спокойно идет ну ребята тут друг друга знают они уже извиняюсь к я завершит фраза дорогих войнка шантарского обязательно николай николай старше свое время работал председателем спорт комитета республики и вот все виды спорта которые он начал у нас якутии и сейчас они очень хорошие у нас боксе есть олимпийский призер тоже вот николай николаевич перед видел полной борьбе у нас два чемпиона два серебряных медали олимпиадах игры доброй боли василий ковальев но много спортивных добавить еще и насилия стрекаловская который чемпион по сурдой борьбе олимпиаде уже выходить да у солданский побор на открытие того все видели василия стрекаловского борьба да самом деле деле как бы статистическая борьба среднем захвате плотного захвата никто не идет и есть сложные атаки но воздействует грубо скажем на судью и счет 6 0 и уверенно ведет борьбы егор захаров он не пока не раскрыл свои козыри свои броски вот нурок и одно действие все нурок перевод партер два вала есть еще два да еще еще один такой прием провести вот урок или там еще что и подвинили это весь опасно так на играться соперник тоже моментально может выстрелить да ну может быть но но это федоров борис но время первый период по моему закончился первый период закончился дальше что будет посмотрим дальше будет 30 секунд перерыва оставление федоров получит нагоняя и а его распакует скажет до работы два балла и где отдыхать но это шутка конечно на федорову надо конечно что заработать свои баллы чтобы еще раз повторяю чтобы в калификации в за счете очков получение да высокое место здесь сейчас разыграются 10 по 16 кожи или 16 штрафных баллов или 10 или 16 штрафных 10 выигрыш без баллов 0 получает калификации это очень плохо захара получает 4 выигрыш на квалификации на втором круге поможет им таттинские спортсмены деле ну вот естественно у нас сегодня до вечера наверно будем бороться вот программу вы сами услышите у нас тут программы такое так такой вот четкой точной программы пока нету но борьбой продолжается предварительные встречи в категории мы будем все это вам показывать спасибо все на экране призеры молодежные чемпионаты европы чемпиона по молодежи россии виктор степанов но это было чуть чуть недавно до 10 лет назад виктор степанов в нас всегда радовал когда он действующим хорошей боевом весе боролся он показывал красивейшую борьбу я помню как трюм взрывался его молниеносных атак но время прошло человек стал работать и нашел себе работу профессионально поменял вот борьбу на вид деятельности сейчас интересах команды заменил нашего лидера виктора рассадина в этом весе он сейчас выступает за среднеколомска и посмотрим но видя у меня есть как бы инсайдерская информация видя уже тренировался начал подготовку травмач опять за локти врач егор паномарев это чемпион россии да люди наверно подумали да вот комментатор у нас такой начал с молодежи а перед ним стоит его я преднамеренно это делал дорогие мои потому что про егора паномарева у меня очень много как скажем хочется говорить но скажу единственное горы сейчас является но один основных тренеров нашей сборной и говорят да тоже инсайдеры говорят что егор на ковре своим подопечным не отдает иногда даже наказывает так что она прекрасной форме он в этом визе и в этом встрече ну фаворит да егор славится тем что он имеет такую способность нагнетать до такой степени борьбы что потом говорят борцы разворачивались такой оставляли такой силы что никто не хотел попадать второй раз на егора но не грубит и очень динамично в обоюдном захвате за плечо до предплечье захватывает выносит нагружает голову нагружает туловище и очень хорошие на этом фоне делает проходы вот это его борьба и иногда и бросает но большой мастер чемпион россии но бездействие 0 до виктора скоростные качества на дистанции может здесь его гера и гора отнять баллы но если вот так полу дистанции ложными атаками блокировками будет все равно встанет время второй период на 300 секунд прошло один балл его руку на моему ну естественно таких борьба будет такая ну обоюдно острая борьба должна быть будем любимой позиции находится сейчас захвате захвате все время будут измотывать будет виктор ищет борьбу на безусловно оба большие мастера опять вот этой положении то здесь в любом момента и горы как это его фишка 20 20 очень комфортная сегодня факт погода тени облака ветерок такой 56 метров наверно у нас и вы слышите наверно в репортаже вот определенно шум и такой ты характерный ветерный шум просто у нас мы сидим в открытой местности смотрим по монитору иногда заглядываем в ковер что там да здесь и виктор решил испытать счастье с упором головы вот таким упором головы в россии кто мало кто исправлялся и вот выталкивая неактивная выталкивая на ногах это баррель даже два балла тактическая тактическая очень правильный ведет встречу его до опытный спортсмен егор пановарев команда чуравчинцев тренеров тренера с полики секунду я вот удивляюсь на воду сидеть в горе очень такой добродушный такой характер как спокойный до спокойно а на ковре лет даже преобраза преобразился когда он первый шаг сделал ковер он совсем другой взгляд но еще три минуты еще дело не сделано победа мне в кармане у виктора степанова тоже свои козырь это скорость это быстрота принятия решений ну и провалить мод один раз провалит при выталкивании до свои баллы в защите возьмет таком темпе будут бороться конечно егор победить потому что надо тут перевинчивать надо темпе менять надо скорость рвками да тогда рвками там шмунгами вот а степанова это не делай его свободно он стоит а егоры это на руки он же это очень хорошо чувствует он у него самого манера бать быта такая подгоняет арбитры город правильно делает подгоняет и потом проваливается проваливается вот это хорошо борьба активизировалась на дистанции ложными выпадами две минуты остается но его и горы все-таки положение центр ковразы не как бы застолбил за бой проходного на мимо больших мастера вот атака с дистанции видно и видно я так за корпус и плотно обоюдный захват а это полный рабочий рабочий бал рабочий бал это опыт берет своего а опыт дает о приступа преимущество и вот андар вот сейчас тоже она не боли дали скалей но сейчас опять опять повторилась воды видите как это опыт 4 до 0 но шанс набросок на амплитудное движение но здесь и степана может сохранить силы да на завтрашний день вероятность выхода финал и город тоже большая но процентов 70 ну правильно но на бога надейся сам не плашайка говорится завалил еще около минуты время еще есть не работать да правильно говорить темпу увеличить конечно тем увеличить чуточку манеры видения встречи надо поменять молодой арбитр правильно он делает с одной стороны он дает дает замечанию чтобы за рука зовут за пальцы не надо брать но это 4 баллы это конечно много осталось всего сколько секунд 7 сергеевич это когда мы с тобой боролись 4 балла это космос было сейчас 4 балла одна мельница это король ну это нужно амплитудный бросок делать но и ворта не дашь о чем нет да конечно да с вы правы здесь за 15 секундом противоядье вектора 6 год и вот еще 2 балла врата не получает 2 балла но себе вики надо баллы зарабатываю нужно поздравить его ра опытного спортсмена дальнейшего успеха в этой спартаке оде пусть ему помогут его знания опыт как говорится молодым молодым ребятам нужно настраиваться и выигрывать надо его сейчас борцы ну сейчас еще будет крепкие ребята 86 килограммов борцы выйдут ну финальной части восьмых спортивных игр участвует 206 борцов которые прошли три отборочных этапа у нас сегодня борется международных мастера спорта международного класса 8 мастера спорта 60 человек кандидата мастера спорта 80 ну самая многочисленные команды до 12 борцов и беды на кангалаский района верхний вилюйский 12 10 там гинский у салданский 13 борцов первой команды имеют канга черопчинский 12 борцов так что командной борьбе все команды вот названная команда как у кого есть и много борцов и у кого есть шансы получить 8 наиболее успешных мест так команда принесет в копилку для своей сборной улуса победные очки сейчас вес до 86 килограмм мы ждем борцов но сейчас скоро выйдут спортсмены сейчас весовая категория 86 килограммов данилов уже на ковре ждет борисова но здесь могут быть за неявку дают минуту да да минута а он еще не вышел что-то мой не вижу всего-сего нет он выходил опять нарушение требований требований ассоциация мировой борьбы борисов когда я видел его так честно скажу незрелую борьбу школьный когда возраст но он тогда меня удивил вот этой своей как бы непредсказуемостью с улыбкой кидался на борьбу очень активно но он своем весе в своем возрасте был лидером ну и сейчас покажет такую же борьбу потому что и старая не забывает она война повторяется вот посмотрим да во время тренировок наверное он эти навыки уже разбудил наверно запомнил наверно вот и будем посмотреть сегодня вот командах естественные интересах командной борьбы у нас есть и более возрастные спортсмены если молодые если ну скажем мало тренированные сейчас ребята то основном молодые ребята у нас тренируются занимает систематической борьбой систематически а вот те ребята которые возрасте которые другим видом деятельности занимается поэтому а вот спартаки ада их собрала в одну в один сплоченный коллективный за эти дни месячей они как конечно но я буду поспорить с вами уважаемые семье дело в том что у нас был в этом году отбор но был кона 8 мест которые разыгрывались лично командном первенстве потом два турнира было в города районе да 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 именем нашего друга и именем и столетия мы образование имели сгульки в нам со было в этих соревнованиях и участвовали но не менее ста человек да ну это путь они а это мы обрабатывали получали путевки науча все равно но и полгода но для например на и для 35 лет например борщу ему полгода да и время вернет свою борьбу я думаю что здесь статистов нету ну есть такие ребята которые воду вот перебают того это боролся по навалюб же он же тренер уже давно закончила активную борьбу то он сейчас работа на вот вещи он на ковре я говорил да и внуки своих учеников иногда оказывали направлен даниила ведет 10 осталось всего 20 секунд из видателей сейчас и кого-то накажут да в этом весе когда есть отрыв от борьбы активный опасно богатыри ребята здесь проморгаешь моментально окажется в лопатках вот очень хороший проход ногу попадается да 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 очень хороший контратаку проводит не дали время было по моему мне дали 23 у 3 вал 3 2 балла на москве спортсмена сейчас показывают вот вот видишь в 19 году боролся даже серебряную медаль завоевал нашим наш друг знаменитый александр васильев карту герна дает нам еще своему стыду мы не помнили это александр и у нас вечером приглашала со своими всеми данными с нами поделиться мы просто договорились что ближе к финалам но еще раз не показывает да еще раз нам показывают как надо провести этот прием повторе ну вот снова а вертушкой танцевальная паунт зато паунт получил это естественный прием интересное движение на гибкости приявил и вестибулярный аппарат у борисова работает капитально можно и в балете да в определенном смысле было бы участвовать но и он пришел борьбу выбрал борьбу да и нас глаз радуется когда человек открыто борется и интересное движение показывает высокая стойка ребята курица ничего это так все положено вот таких весах весовых катюров видимо ребята сейчас нам покажут массы наверно таких впечатлений за вас да это будем ждать да будем ждать пока ну пока ведет встречу встречу данилов со счетом 40 цирковая борьба так называемая пошла на подвесенного смотри очень хороший моментальная атака голеностоп сейчас надо ну что он дал пара галатару спешит да 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 есть перевел перевел еще опасно опасно да очень хорошо хорошо зашли время есть минута но поднимут наверное вот подняли потому что долго долго семья сергеевич да вот как арбитр от на ковре моментально определяет статистическое положение вот он иногда бывает свистки как чуть-чуть и вроде есть захвата не свистят ну бывает такое ну наверное подлога нету не подлоги не должно быть у нас семинарах и как это говорят обязательно время дают дать три минуты две секунды но все это уже надо да сейчас определенное время дается указывается но это те кто не да да во время семинаров судейских семинаров это обязательно моменту намечается нарисов следит за табу да вот потому что борцы вы должны у меня не только вранку на очень хороших поправок проход между польщик какой-то да да но сейчас надо вот два вала было получит в адмитика очень хорошо это он уже вышел вперед вот это и есть борьба для таких времен посмотрю уже вышел вперед 5-4 стола естественно естественно он забыть ли но он тоже вот эти спартаке одни не только тренировался за забыл в прошлом году например николы кого при новации бит походка к смотри бит походка это дает так вот выводы делать сильно разочек у нас дает остается ищет борьбу вот и женщин носок захватил как хорошо кроме да да с воздуха видишь как это победа навыки борьбы хапса гайя он уже мысль отработан это когда-то вот молодец ну вот бишь четверть финала более молодой но повержен за прошлогодний серебряный призер и вот бишь у лишь датчик долинамской команды до бориса проходит очень красивую борьбу показал между динамичные до динамичные периоды да 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 классический проход и легковеса да 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 он и сейчас перевел партер еще он вот лишь как поднял вот спартаке одни и турниры вот тем те рада они четыре года раз бывает поэтому вот такие таких соревнований по спортсмену участвуют за своих районов как говорится со всей силой со всей отдачей тяжелые кости и кожи да 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 не пота плотно цавина в ковре а у нас этого я просто по вертолу здесь и друг в ковре б да тоже очень интересный борец вышел герман устинов это ну все знают это мастер спорта международного класса свое время другом весе 74 активно показывал яркую борьбу бросковые знаменитая лампочка и реворий самсонов знаменитый рубольвер так что два борца имеет и отточенную технику бросковую да но реворий просто он еще легче был конечно давно чуть на функциональный реворий должен уступить герман действующий спортсмен тренеры заслуженный тренер российской федерации будимир яковлев привлекла сборную юрбу а реворы борется за соседней за родину за свою родину сунтарским да да здесь легионеры и патриот и парни но оба хорошие борцы неоднократно на заслужившие большие аплодисменты обвации в трюмфе да особенно когда коркинском турнире переворы самсонов на последней секунде это знаменитого дагестанского борца пистолетом положил выиграл в туши но ребята вот и мы все знаем любители борьбы у нас я пути все знать этих спортсменов конечно вот сейчас судьба спортивная их вышла на спартак ядный коверт против друга друг на конечно и они сейчас за свою малую родину за свой район за свою сборную команды выступает честь и сейчас бы нам покажет на что они способны как они будут нам будут давать уроки мастерства должны нам показать ну посмотрим какое мастерство нам покажут эти бывалые мастера ковыра как действуем будем говорить действующие спортсмены потому что все таки они участвуют на спорте гадом посмотрите внимательно изучают лакса кава данина и данилов николай но это тренера сунтарской команды тяжелая когда тяжелый арсенал готов если дойдет до перерыва подскажет ему хорошо а с этой стороны яковлев и мир последние годы сунтарская борьба ярко выражена динамично развивать именно бросковые верховой такой амплитудную борьбу все ребята я знаю что вот сунтарские ребята раньше когда у них были два-три лидера командам за счете они как бы не играли большую роль да они не волновались тренина ходили спокойно а сегодня я встретил и данилам волнительный мы сейчас конкуренты у нас 10 человек мы хотим выиграть но правильно это очень правильное решение желания тренера работающего тренера и весь сунтарский вуз наверное ждет от них победы потому что в прошлом на призыве николай николаевича тарска очень хорошо боролась каков селиком целом команда сунтарского луса но нужно отметить коллектив тренерский коллектив который руководит николай данилов ну и помогает им наши православные спортсмены борцы это серебряный медали с олимпийский гир александр николаевич иванов который много сил дает для развития больной борьбы в сунтарском родном гуси и ребята работают очень хорошего тут у нас республика создана такая мобильная бригада которая от наших взаимодействий спортсменов басилия гоголева там николая александра иванова михаил наговицын там но многие спортсмен 2 период идет борьба но и это бригада работы это районах ну при отрывом на несколько дней они езжает семинары дают ученые тренировочные занятия проводят вот это очень много помогает даже никогда у стенок уже выигрышные баллы по активности имеет всегда часто бывает по очередности дают пассивно имеете ввиду арбитров на потом и но и мне кажется что сейчас дадут револю второй раз но могут давать могут давать потому что с одной стороны вроде бы спортсмен ведет встречу но с другой стороны это иногда проводит ну дает понятие да потому что я это требует вот сейчас покажу что там показывать на красную да нет нет там 30 секунд дали вот увидите туда кому кому дали 30 секунд дали и сейчас посмотрим это требование да правильно сейчас потому что требование это международной федерации борьбы и поэтому арбитры в иной раз вы идут а мы а мы 30 минута 30 вот и мне вопрос к вам вот пусть даже 20 идет ведет сейчас реворы не получит тоже баранку с ведомости получит как раз не получит переводишь что надо сделать сейчас если он физически сверху даже отдать много сбросит усину германа вряд ли получится международник же что ему надо вот все время стопать ему 3 отдадут и пиши пропало можем может быть так если уступать будешь но пока то он не уступает заборится жили не ведет стрелять да но это мы дальше пошли на кого не пойду да ну видимо не будет остается не пойдут и с одной стороны с другой стороны если не будет бороться пойдут конечно дадут третье предупреждение но сейчас и и револи то работает же все таки германа тоже вот он же идет он ведет сейчас но он тоже шаг назад не делается вот виде вот на ковре стоит на ковре же стоит на центр стоит до центра стоит это не не говорит о том что он не работает не более секунд достается но останет где-то 10 секунд тут просто вот доверил свою дальнейшую судьбу герману стину 5 секунд друзья товарищи вы считаете стратегия оба еще на каком-то приеме нет нет 2 0 по предупреждениям четверть финал выходит мастер спорта международного класса сейчас борется урожене самгинского улуса но сейчас борется за юрбинский улус герману стена молодец герман просто физически наверно скорее да консистен он не не может пока победить германа ясно конечно честны да и да 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 и совести хотя мы любим конечно револио за бросок постичка постичка очень красиво сделано хапсагайской да не получил потихоньку потихоньку 8 1 8 час финальной части 8 спортивных игр у нас проходит скоро у нас выйдем выйдем на вторую стадию четверо финалы и мы это видим благодарим и от имени всех зрителей от имени болельщиков что благодаря спонсору трансляции центра недвижимости триумф инвест который занимается продажей покупкой обеспечивает квартирами частные дома и квартиры частные дома и обращайтесь дорогие друзья триумф инвест и воплотить мечты реальность еще нужно благодарить алмаз кредит сервис крупный крупнейший кредитный союз республики саха якутия на протяжении 18 лет дает нам качество жизни борьба продолжается на экране сахаров борис красном перекоп против михайло до вес до 86 килограмм параллельном ковре уже отборолись полутяжи 8 92 мы видели что платон савина проходит четверо финал проваливается захаров получает два вала михайло но молодежь наступает смена поколений но у нас появилась очень хорошие крупные ребята че тускус стоит капитана нашей сборной республика ниргун и сергий на который сегодня мы или завтра увидим 96 до но сейчас нынешнее поколение ребята крепкие дру прямо и росла дороже у нас раньше даже писал больших весовых категориях спортсмену участника не было бывали такие же моменты по боксу там по вольной борьбе тяжелых весовых категориях у на мы всегда искали таких крепких крупных ребят а сейчас очень много молодых людей которые могут могут бороться заниматься больной борьбой ну и естественно в пользу случаем я советую его и перезываю чтобы боролись и учились бороться занимались больной борьбой это для своего здоровья для развития нашего вида спорта дальнейшем нашей республики и вот сегодня для вас они выступают вот сегодня на спартакарном турнире каждой вот таких больших весовых категориях по 16 спортсменов это очень хорошо они все вышли прошли отбор как уже отметили многоэтапный отбор и 16 лучших гривен больших весовых категориях нашей республики сегодня участвует на этом большом турнире спартакарном турнире сейчас вот девяносто шесть килограммов борцы захарова 86 килограммов мне захарапи михайлов приветок ну вот видите какие крепкие хорошие ребята вот именно заниматься тренированные очень красиво и даже балл не получил на ничего это была попытка давайте еще раз ему повторить этот момент ну и конечно не надо пускать на надо аккуратно спокойно надо заработаны свои надо не упустить надо моменты вот чуточку как-то он даже наверное сам не прочувствовал как пароход как взял ноги тут надо же понимать каждое движение борца это какой-то прием какое-то действие он тебе думает спортсменство что-то делать вот сейчас буду за руку дернуть и как он будет защищаться я пройдут ноги и так далее правильно мысли же идут и вот это надо разбивать сейчас быстрого ребята первый период закончили еще 21 но борьба 7 сергеевич не только вот судейской бригады мы определили что лучший судья в нынешней россии сейчас николай николаевич дмитриев работает же москве да он развивает судейский корпус всей россии он по приглашению через пересектора чемпиона мира петра имшанова там находится да и как раз главный судья наших турнира сегодня но мы в судействе конечно никаких претензий пока не предъявляем как любители борьбы оба встречный охват не доделал ампилитуды не хватило дороже надо было чуть близко да да борьбус было далековато чушь для фигурона да ничего сейчас хорошо защитился сейчас продолжает атаковать монарин да ногами работает то хочется работать это наш национальный борьба да да и того отдает балл ну сам вышел да сам вышел за ковер за пределы ковара круга ну интересный борис за я продолжу мысль вот когда мы все-таки ждем большой триумфа 70 ну ждем повтора 76 года да а вот высоты с ваших опыта высоты как работа в судейском коллективе ну конечно такие люди нужны в москве обязательно нужны для чего лет для дальнейшей репети наших ребят больной борьбы в целом республике нам нужны очень большие такие крепкие ребята которые работают на московском уровне это федерации борьбы в городе москве это наш центр центр российской борьбы скажем и руководство обязательно нам нужен там человек и вот сегодня на службу на мастер спорта петрович юмшанов народный депутат или тюмены очень хорошо там тебя рекомендовал и вот эти многие годы он там работает он сейчас руководитель отдела вольной борьбы а и вот помощником себе взял нашего молодого но как правильно он и сразу не становишься международником на нужно это делать наработать потеть надо знать достойно достойно естественно надо знание борьба идет 32 сейчас еще одно здесь наверное преимущество это сохранить очень трудно будет ну посмотрим сейчас один но взрыв должен произойти от михайлова время если вы еще еще около минуты и бороться надо ну и вот мне встречный вопрос вот право и вот такой откровенно правой стойки работает до предлагает свои ногу вы думаете что вот попытка охвата это была специальная ловушка видимо так для него видимо так потому что он хорошо себя чувствует когда он подработанного контрата игры вот сам ушел ну захаром молодец поймал все таки и вот заработал еще один балл это уже 42 по моим 42 я эту а теперь что делать михайлову много не предлагайте самому атаковать ну почему менять не надо тактику надо только вот руками надо контролировать и самому до упал упал совсем упал но ноги остались чуть опасный захват был ну захват он нарочно не крутил но тут получилось так что награде до конца нарушение откровенно наказывает вы видите баллы поздравляем захарова но уже осталось когда в четверть секунды здесь шансов нету 5 2 но здесь два балла михайлов заработал и таком оказался второе десятом до принести определенные баллы для велюйского района но весом и в этом весе и роберт сидоров сафрон сафронов ирхан саркома платонцев савина да весь такой сплав молодости мудрости капсагая но есть ребята и которые в классической борьбе боролись так что здесь все интересно от олег чернов ходит ну спортсмены знающие толп борьбы до скорой опытные на опытные поэтому тут уже как говорится на кофе не гадай да ну и более менее уносливые наверное выйдут победителями очередной раз повтор и движение бориса вот смотрите вон и но он 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 тот сам не крутил просто он сам закрутился вот атакующий защищает за воду он бить его все равно наказали ну потому что просто сустав прошло но тут уже опасно травмировать опасность и есть поэтому судья поверим остановить но один из лидеров этого веса человек обладающим званием мастера спорта кроме этого все так говорят что из-за недюжины силы да да ему бы гибкости мышления хорошего скорости это мы наше желание но черта самая черта это сила его богатырского всех вот душ но олег это красавец олег он преданный предан борьбе с детства он до сих пор организовал свой клуб там приглашает и любителей старшего поколения обучиться видам борьбы мастер спорта трех видов борьбы в том числе хапсагай национальной представляет интересы тампонского луса человеку скромный закончил наш университет очень дружен со всеми и сейчас и дилемма для олега чтоб как-то использовать вот такой дюжин недюжин крепкую силу как айсена свою пользу приготовил наверно а как по-вашему олег физически я он вносливый желт вносливый борьбе капсагай всегда показывал это но преданный человек опытные тренируется очень хорошо да и людей тренирует ребят тренирует очень парень такой ищет что-то все время хорошо работа гону ученик михаилы димитриевича мосева тампонского бусы вот 30 секунд даю коллегу 30 показывает свой это было видимо официально это было 00 полторы минуты ушло но это по-моему наказали на там секунд трехсекундный олег ищет и как бы меняя вектор атаки асена пытается там сбоку зайти но не получилось но это пока но еще есть время это начало борьбы посмотрим как будет дальше но бал кому-то показывают ну вот значит 30 секунд дали чернову или на урод как уже не ждали добавала нет они на один балл посмотри там какой 1 0 против лузы пока впереди копыри копыри нет да ну вот значит наказан был чернов бесспорно ну вот и это секунда 1 периода период того же заканчивается пока таких приемов полноценных приемов действий на помогает мастер спорта михаил захаров а за олега болеет и проколе иванов ну это тренер про кофе семенович его ног команду города якутска значит олег поступает за еху да вот живем прошедшим времени вот ладно ладно исправить да герб города якутска проморгали на прокопы семенович вот и а тут иван иванович по моему стоит но там мировых чемпионатов за киргизию за классно техника была борьба интересная борьба него было вот проходит семена на вашем экране это ученик дмитрий петрович а он сегодня заслужим тренер республики лауреат гузарственной премии имени коркина своего учителя как говорит ну и работает он городе якутска один из ведущих тренеров нашей республики и вот на экране на экране олег черноп нам нам показывают представители команды города якутска олег черноп он уроженец тампонского улуса оттуда воспитывался оттуда учился и вышел стал а университета до закончил университет сейчас работает у себя ну свой клуб открыл и так далее очень ищущий человек ну мы и надеемся что он будет вести эту встречу до конца пока пока нет центр кого за сцену это однозначно олегу надо сейчас предпринимать определенные действия да-да-да-да-да ну ок теперь молодой арбитр нет сер второе второй раз аналогичная борьба между скиновым и самсоновым да потому что определяют они человек не будет а если учти на века пырин встретиться тоже определяет кого-то какого есть них посылка да здесь сила побеждает пока опыт на две минуты еще есть олегу надо определенный какой-то прием действий надо при а пока это не получается вот сверху закрылся до витально но копирин крепкий крепкий он да он мощный он и корпусом и ногами да и до мощный корпус и очень хорошо правильно он тебя вот в этом положении толку толкаются друг другом да вот напротив и он это чувствует себе тут он в этом положении борьбы таком и введение борьбу он тебя чувствует очень хорошо поэтому 30 остается али олега нужен и считанные секунду надо менять характер введение встречи но он пока не сможет голову это приподнять голову а когда приподнимает наступает поэтому дают это ну пока он ключи не находит ключи не находит как вести себя в этом положении нет олега олег знает он очень хорошее чувство времени имеет он обидарь и взорвется он сейчас посмотрю берем это как идет берем это совсем скоро время вагон еще 56 секунд ну за это где вы на душ за 56 секунд я 500 метров бегом ну два раза пока ты рассказывал бы я что время есть 45 секунд но это борьба не гладкий да я согласен ну потому что асен еще ниже стал еще ниже стал он боится про года он же он об другом зарбьется то пройдет ноги и он это опасается поэтому я стал еще контролирует скажем так контролирует положение он поэтому не дает никаких шансов от его первая попытка раскрыть что-то делать хотя тоже показывает наложено но это важно но он ведет так ведет встреч поэтому есть секунд показать на себя что он борется надо биться сдавать на здесь серьезно ситуации получает три борца ведущий не получили не балла здесь они все будут дать борьбу из чиноваться и сценами до утешениях попытаться получить достойная победа вот тактическом плане очень правильно он сделал свой народе до свою встречу 1 по 1 этап проект ну прошу а здесь коротко течно стоит четверть финал прошел тысячи дайте пенистали да 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 очень комфорт правильности хороших правильный белом встречу пока еще ассен без англии проигрывал я видел что он встречи занимал тогда и это ты вчера птиона при хорошей борьбе при форме там 74 правда бороться и там тоже ну вот такая односторонняя борьба ну попадись ему сафрон сафронов ну и посмотрим как то он сафронов тоже человек человек чтобы ну тоже тренировался тоже готовился ну он тоже самое здесь одинаковым условия ним конкурентность вес дать уже и характер там нужно иметь и пенигинский характер как говорится вот тогда что-то будет тоже это надо же или техника отменную как его ног или гоголик там или роман михалыч димитрий вот это все надо мы же знаем что к чему куда идем то это все борьба в коврах продолжается у нас борцы сейчас степанов горный луну состоит семян семена сергей 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 семенов дать на семейный сергей мне нравится он любом виде спорта относится глобально капитально так скажем правильно он когда в мастера делом он даже 125 выступал до 97 и вот мы слышим александра василия нашего друга умеет хорошо представить спортсмену правильно очень хорошо он все все записывает все это делом он же шаром это большая работа человек от чего сердце работает нужно поздравить да ему оба да сергей забеганием на кулющи взял опасного а теперь он вышел наверх сейчас посмотрим что один балл заработал переставите горного он хотел что-то делать партнер но сумбурно суветился тогда пока разве с меня зс языка сняли видно видно было что ну вот я хорошо благодари да они до какой-то ну чувствуется силу и в борьбу понимает вишку сейчас ушел опасно дает забегать забегает два балла и тут на кулюш перейдет на кулюшку вот-вот-вот вещь и это уже это уже опасно положим все положено как сам болезнь но у него плечи видимо валят не плещи наверно полет вот и не поэтому он заработал один баллов правильно это хорошо это хорошо вот там не пустому рукам вышел как ушел с ковара ну что ты есть имеет но это очень хорошо вот и вну уже помощь доктора там но я бы сказал ребята сегодня нам показывать не неплохую подготовительную этап то первый круг то всегда он бывает таким ну скажем разведочного ожидать до выжидательном слышно или как не то что скучно просто и нам и некоторые схватки они проводят в ожидании ожидания там чего-то но если у каждого спортивена свои не своя методика видение встречи тактическом плане ну и сейчас посмотрим что но самое главное нужно отметить что и ребята и все 16 спортсменов очень хорошо подготовлены свой своим сил здесь мы в этом весе мы увидим максима толмачева призера молодежно чемпионат россии нюргуна сергея который черкин два раза выигрывал призер я рыбинского турнира чемпион шахтерского турнира ваши молодец у нас поэтому мы радуемся что у нас больших весовых категориях есть такие спортсмены которые будут заменить заменяют наших тех годов беременна вот василий лимянцев габардиевич и лимянцев на наград юрий андреев юрий степанович андреев там максим бассейн и кудрянцев игр и римеевич кудрянцев враги полна сын русского народа но это мой одноклассник почему не помнить мы все вместе учились в одном поэтому все у нас на раз наконец-то как раз что будет рассказать нюргу сергей я скажу вот все если ребята апанасевы братья тяжеловесы много ребят таких вот давая но сергей ну мы помним да да у нас сейчас плеяда появилась тяжеловесов в борьбе сейчас находится капитан в сборной команды да человек который работает в этом весе но он борется 92 на родине 896 но нюргу ну капитана в этом весе никто борозды и чемпионство не даст максим сергей на вот семен шеменов здесь есть конкуренты но сейчас борьба одна восьмая финала противостоит ему нюргу сергей на сергей красным трико и сафронов который тоже в расцветы сил находится а как борцы тяжелого веса неуступчивый характер до добрые но на ковре не уступает он борется активно парень молодец но силы пока еще есть поэтому равная борьба плотный захват судья наказывает призывает к активности по мою тридцать секунд показал вам а еще этого нам да это не мешает ну по и ребятам корица очень неплохо активно начали они большом темпе крепко вот сейчас чуточку не боится нюргу сергиным плотный контакт взять но он излюблено вот у него как бы ведение борьбы если он в первом периоде немного дает то втором периоде любому сопернику трудно да человек функционально от природы очень выносливый очень хорошо поэтому нужно нагнетать и нагнетать вот сейчас он так и будет изматывает изматывает уже на меняя руки нагружающие напрягается и лечит корпус там но ищет ищет борьбу захватывал очень удобный захват хочет взять за предплечьем корпуса так не считается но конечно считает такой захват и но но и обороны да ну вот человек на отходит на так значит он атакует а теперь обоюдный захват это положение могут а не до основного среду но это уже хитрость постольница чуточку скользко все-таки спотели наверно бывает сам побоялся молодец это умным значит борис естественно думает же человек думающий спортсмен вот хорошо к этому тему могу сказать что поздний каменный век раскопки которая знаменитая усилданский улучшить моих пасками раскопками да это во всех мировых коллег археологически географически мир знает усилданский улучшить моих пасками и наследие поздняя каменная века а сейчас вот работа молчанова пасырях да я берегуря но это сейчас говорят что мы как бы наследник руно первые говорящие люди появились здесь у нас все ягоди все можно это гипотеза но сейчас доказывает это но ниркут сергей здесь вот побоялся побоял подошел ну правильно вот ну и правильная такая человек который почти 100 килограмм весит он опасен всегда конечно потом они у броски то у них захваты крепкие броски взрывные такие если сделают это крепко сделает посмотрим что капитан да вот сейчас второй период но сейчас посмотрим дальнейший исход борьбы на улице ближе скоро но ребята уже это четверо финала да на уже на летают друг друга ребята вот правильно они уже держать до чего ждать надо бороться вышел надо выйти бороться вот правильнее делает вот ищет руками ищет он и какие-то шумунги делать хорошо прошел ноги а тут уже контакты пиво наказание заложные надо даже спортивных борцовских термонологии нужно и так она всегда как бы негативно сыграть вот книжка лоб пяткой гом ударю бывает такое ну вот сейчас еще раз атака вы спорта на поведение не усмотрели случайно он не он ненароков борьба в активной зоне борьбы середине борцы стоят но не сапронов да хорошо физически крепкий оказался уже завоевал самое сейчас и упорно пытается навязать борьбу но нюргу не дает работает руками работы на тяжеловеская работа идет в это веса вот так борется но вновишь просто но устал уже уже назад дороге перед народа руби нету ну все поделаешь это один балл пока функционально до этого трудно минута двадцать остается ну чуть пять минут он на себя 100 килограмм носил любую человеку стоит опять ложная а по-настоящему пройти слабо да ну очень сложно ну более-менее но распластался здесь проиграет балл нет он стал нет завалил но сильно усталость есть на конечно но не береги ничего даже сильно осталось еще где-то минута наверно оба тяжело всегда удается стран конечно ну чуточку отдышались начали работать лишь и движение делает хотя попытка делаете что делать хотят что придем провести вот не очевидное преимущество да на ошибках противника 8 балл еще 40 но здесь досрочно будет 7 баллов дали всем баллов мы просто посчитали что это уход ну что дальше самое главное есть не соглашаться на проигрыш да пытаться и же это борьба есть за 30 секунд за 21 обоюдный за постичка и все 90 перейдем я посещу постичка до показал постичка нанесена просто она ушел от кунда албры это русский как мы постичка тоже называют но это без ноты хороший прием эффективный табло 7 стоит но мы думаем что 9 должно быть и такого протоколе и осталось время закончилось выдержал парень тоже без активных действительных баллов это не дает ему шанс он 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 не убегал он боролся ровно после настойно боролся достойно боролся и тут надо ему тоже дать на ладон до должно надо давать потому что он назад не уходил ну пока вот нюргунте наш любимчик отдыхает можем еще раз сказать что все таки в нынешнем временах без спонсоров да такие любимые виды спорта наши когольная борьба как игры народов якутии и мы благодарим за трансляцию центра недвижимости трим инвест и алмаз кредит сервис крупнейший кредитный союз республики саха якутия но борьба повтор динамичная борьба и здесь момента чуть не хватило чтобы досрочно закончить но в коврес и борьба идет между верхневрюйским борцом его новыми и сунтарским борцом счет 3 3 хорошо очень борьба 97 килограмм его нового время но не похоже на 1 тяжелый вес нравится молодые ребята улыбается но это же счастье кто-то выиграет и с юргуном сергея сергина встретить но борьба пока содержание такое простая тактическая борьба определенного силового движения 5 выигрышных баллов борец красном трико имеет еще минута осталось борьбы здесь принципиально наверно в зоне они дома то часто встречаются просто мне не видели да конечно любили до него есть часто тяжелых весовых категориях я же говорю у нас таких немного раньше не а сейчас вот сколько и ребят таких молодых крепких и я это хорошо хорошо со мной среди сегодня сразу мастером конечно не станешь но они же научатся они же будут тренироваться и мы разуму научиться как и будут нам будущем это нам нас укрепляет нам радуемся что и есть такие крепкие ребята пусть тренируются в побольше и результаты придут сам себе как-то в газетах писали вот иван сынович крышкин сколько статьи писал сколько про борьбу он даже проходит говорит не это с рыбой иваном да иваном про и пройдет ему да как бы большое вот по споре что он прошел четверть финал да для команды сонтарского луса в этом здесь и нашелся боец который это бирк они были вверх нибудь да команда бирк английского гуса он побеждает и выходит на сложа и большим нашим повиновением сообщаем что борьба за одна восьмая финала с очень хорошим содержанием проходит у нас скоро четверть финала и мы на время ну чуть-чуть приостановим наши трансляции до примерно где-то ну да через час наверное все это возобновим потому что начнутся борьба четверть финальная борьбы борьба сейчас будет перерывчик небольшой ждем вас а 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 Уважаемые телезрители, вновь с вами прямой репортаж национальной обещательной кампании САХА. Сегодня четырефинальные матчи начались. На нашем экране на данный этап чемпион нашей республики молодой, перспективный Борис Сунтарского Луса Лев Павлов, который сделал фурор, сделал нижним бестяхой, потом добавил к этому титулу еще серебряного призера чемпионата России среди борцов до 2021 года, имея годика два года. Так что мы видим принципиальную борьбу против Павла. Сейчас все борцы будут бороться абсолютно, отдав все свои силы, все свое мастерство. Пока 5-0 впереди Лев. Его соперник Никифоров, который в первом бою выиграл в напряженней борьбе и вышел в этот четвертьфинал. Но пока спокойно трактует свою борьбу Лев Павлов. Осторожнейшие попытки ложных атак мы видим, но действительно проход с дистанции, с подъемом корпуса два балла. Сразу же комбинация перехода на крестный захват с голеностопа. Да, 10-0. Со счетом 10-0 явным преимуществом в полуфинал вышел чемпион нашей республики Лев Павлов, Сунтарский Угус. Павлов, Сунтарский Угус. Да, очень красивый классический проход с дистанции, с уклоном корпуса к ковру без шансов. Здесь еще сразу же дальнейшая работа, переход на голеностоп. Как мы уже отмечали с почтением борьбе Льва Павлова, ученик Николая Данилова, который воспитал последние десятилетия очень хороших добротных борцов. Мы в прямых репортажах постоянно говорим. И сейчас на экране один из наших лидеров, чемпион мира среди своей возрастной категории Петр Копылов и Винокуров. Друзья, товарищи, воспитанники Харинской, Бегина-Голазской школы борьбы. Мы все знаем, братья-близнецы Копыловы родом с Олеговского улуса, тренировались у Якова Филиппа. И борьба началась. Здесь в последнее время Винокуров дает большие надежды для Мегина-Голазского улуса в этой весовой категории. Но Петр Копылов любит дистанционную борьбу с завязкой рук и очень тактически, грамотно, зрело обороняется. Активная оборона и пробит Винокурова. Без разведки борьба на руках, борьба за захват. Ну, Айсен Винокуров, как мы слышали, очень титульный боец тоже. Он по молодежи выиграл международный турнир Романа Дмитриева в очень красивой и упорной борьбе. Борьба на изматывание, так скажем, пока без активных действий. Сейчас арбитр, третий участник нашей складки показывает, поднимает правую, левую руку красной завязкой и Копылов повел 1-0. Еще полторы минуты, девятнадцать секунд. Ну, видно, готовы, Тайсена, хорошую попытку завалить, придавить. Еще минута осталась в первом периоде. Это, напоминаю, четверть финал. Дальнейшая борьба светит определенными блесками. Мы понимаем, что полуфинал – это борьба уже за победные места в наших спортивных играх восьмых. И почетное звание, как Семен Сергеевич в предыдущем прямом репортаже указывал, что победитель чемпиона остается без приставки «Х». Чемпион восьмых игр. Двадцать пять секунд. Борьба идет в основном на срыв атаки, активных действий. Нарком подел с проходом сбоку Петр Копылов. Но пока без результат на сцены. Ну, своего друга изучил досконально. Две-три секунды. Проход в ногу. Не успел. Буквально не хватило мгновения, чтобы выйти вперед. Тренерский штаб Северо-Восточно-Федерального университета. Опытнейшие знатоки, специалисты, тренера. Егор Старостин и как Борис, и как тренер нашей республики заслуживает большой авторитет. Действия очень хорошие, но есть регламент. Три минуты, тридцать секунд отдыха. Второй период. Пока борьба чуть-чуть преимуществом. Идет Петр Копылов за счет захвата центра ковры. Обоюдная, открытая борьба, но на дистанции. Это как бы воздействие на соперника, воздействие на зрителей, воздействие на арбитров. Идет блокировки основном, вот срывы захватов с обеих сторон. Он более активно страхуется и защищает свой победный балл. Пока Петр Копылов. Атака, проход на противоходе. И два балла. Три ноль. Это уже как бы преимущество ощутимое. Но в нынешнем правилам ассоциации борьбы мировой, это как бы мизер. Времени минута пятьдесят три секунды. Айсен взял передышку маленькую. Но это для арбитра дает понять, что Айсен уходит от борьбы, передышивает. Айсен Винокуров имеет опыт победы над Петром Копыловым. Но сегодня другой день. Другая атмосфера. Петр Копылов настроен на защиту своих завоеванных трех баллов. Минута двадцать. Но я не вижу, что Винокуров сверхусилия пока не предпринимает перевод. Но этим воспользовался Петр Копылов. Пока в тяжелое положение. Здесь опытный, да, сразу же перехват ног с сменой захвата. И пятых. Пять ноль. И остается пятьдесят две секунды. Пятьдесят секунд. Но в партере тоже это... Есть чуть-чуть опасность накрывания. Это Петр очень хорошо знает, как опытнейший. Борис, он такие нелепые движения не делает. Борьба четверо-финале. Выход полуфинал. Все блокируется Петром Копыловым. 25 секунд. С нырком выходит балл. Здесь шанс получить. Опа! И с крестным захватом за запястье Петр Копылов еще закидывает с помощью ног. Но арбитр остается пять секунд. Пять-два. И очередная победа Петра Копылова. И очередной раз он в своей жизни выходит в полуфинальные бои. Схватки. Ну, на забло прилетел челлендж. Со счетом... Здесь оценка арбитрам на ковре была дана неясная. И руководитель ковра, и боковые судьи сейчас решат. Примут окончательное решение. Внимательно сейчас вот судья международной категории Семен Сергеевич внимательно изучает положение. И какие действия, вот оценку получит мы свою, сразу же не отходя от микрофонов получим, не дожидаясь, так скажем. Браво, браво, браво. Белорус, воспитанник Дишатрии, города Якутска. Очень прогрессирующий, очень упорный, имеющий большие цели Белорусский и Борис Чуровчий Явловский. Здесь борьба идет уже, осталось минута десять секунд. Белорусский ведет, но упорнейшей красивую схватку показывает Явловский. Минута. минута где-то около минуты время осталось и сейчас еще точно минимальные тем всего одно техническое действие техническо оцененный прием но вот сейчас и пока конкретно такого действия защиту ну возможно рано надо работать самому хорошая защита это и есть атака но тут перехватил блокировал тоже завязки рубку пытается 15 секунд вот следующая атака ну тут уже оценка должны давать 4-0 пока на табло челлендж прилетел и за три секунда время закончилось но у нас я уже говорил что у нас есть еще судья хронометрис который кроме табло ручным и кронометром и контролирует ход сквад схватки который заносится протокол да поэтому табло будет если остались моя выиграл да вот сейчас посмотрим как они решат после действия что там это вот сейчас нам покажут повторе перевод через предплечье атака в голеностоп вот тут вот тут там ну вот тут 2 балла по-моему него нет 2 балла есть как или несколько да 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 это начало действия бросок совершал береговский а не хорошо перехватил до быстрая до перехвату хорошие Но на полноценную контрприема не было же. Поэтому тут судейские коллеги там просмотрят. Но мы сейчас узнаем еще четвертого полуфиналиста. У нас сейчас получается Лев Павлов. До 57 килограммов восьмых спортивных игр народа Якутии. В полуфинал вышел Лев Павлов. Петр Копылов. И надеемся, что на табло пока стоит счет 0-4 Айал Белялевский. Да, сейчас будет просмотр, естественно, будет долго длиться. Но сейчас встреча. На ковре Б тоже упорная борьба. Это мы воочию, в реальном времени, как бы мимо своих задач еще успеваем маленько заглянуть в второй ковер. На второй ковер что там идет? Там мы там... Борьба активная, борьба идет, очень много действий. Седалища слепцов борется. Тоже идет упорная встреча, гидать. Но счет тут какой? 6-0. 6-0 это очень много с одной стороны. Нужно... Очень такая... Агрессивная борьба должна быть такая конкретно. 61 килограмма. Это, ну, средний вес, надо сказать, такие крепкие ребята, 60 килограмм, это очень хорошие, крепкие ребята, полноценные, физико-разбитые люди. Поэтому... Ну... Челлендж проигран, и Айал Белялевский выходит в полуфинал. Ну, сейчас его соперник скорее появится в следующей схватке. Ну, Айал стабилен, да, он с тройкой почти, вот, последние четыре года не входит. Напомню, в Амге Айал в очень молодом возрасте в этом весе занял третье место. Ну, год за годом у него борьба, как говорится... Тяжелее, тяжелее, да. Да, да, да. Бороться с ним труднее, труднее. Да, ну, прогрессирует, он же хорошо тренируется, у него, как говорится, большой такой режим, расписание, ну, и желание огромное есть. Вот, самое главное, это черта характера, он хочет добиться много, и я думаю, он этого добьется, это нужна такая крепкая, кропотливая работа. Верхняя Вилюсик, Аймекон и два тоже очень перспективных борца. Любомир Ашейн, мы его хвалили в одном восьмом финале, тяжелее. Ну, о-о-о-о! Адинаев в одни ворота проходит, получает сразу же в первых секундах преимущество с 4 балла. И в портер, сразу же, ну, уход, откровенный уход, и опасная зона была преодолена одним движением. И это наказывается. Ну, Адинаев выбрал положение портер и хочет через, взять ножницы. Но пока еще комбинации в портере не получается. Борьба продолжается в стойке с центра ковра. Ну, очень динамично, активно начал. О-о-о! Это тоже сбивает ногу. Любомир за плечо, за предплечье хватается. Ему не хватает активной левой руки. Он бережет его, подсознательно боится. Не боится, а... Да, бездействие. Добровольно борцы заходят, встают с центра ковра. Одна минута прошла, 5-0. Впереди борец Верхнего Ильюйского района. Уверенно ведет эту борьбу. Атакует корпус с захватом пяток. Не получается. Атака и бал. Ошейна. Но Любомир очень волевой борец. Атакующий в стиле борец, но сейчас, блин, ну стоп. Застоялся просто, да, Динаев. И проигрывает. Но здесь оценка должна быть. Конечно. Нет, с нарушением. Действия не оценены. Менения разделились у болельщиков. Кто-то красный, кто-то синий, говорит. Ну и два. Здесь, да. Здесь, да. Здесь могут. Одинаеву таки. Могут за грубость. Он откровенно пошел на соперника. Ну и застаивается. Вот это прочувствовал Любомир Ишейни. И сейчас, да, да. Четыре балла, наверное, здесь. Опасное положение, да. Здесь одно движение, две секунды и промокажка. Очень коварный прием. Ну, боже, больные борьбы. Увидели грубость, да. И сразу наказали. Совершенно. Нет, пока еще не дает. Ну дадут, наверное. Сейчас посмотрим. Здесь с этого захвата. Нет, нет. По-другому. О, здесь. Да. Контрприем. Очень хорошо защитился. И вышел вверх. Сейчас счет какой? 7-7. Но здесь должен быть преимущество. Нет, 9-7. Да. Что-то мы пропустили, Семен Сергеевич. Одно действие как-то проморгали с тобой. И впереди. Любомир Ишейни вышел. Да. Четырехбальный бросок. Бросок был сильный. Да. Амплитудный. Ну да, жал. Ну, хорошее положение упустил, да, Любомир. Просто сам увлекся и хотел в туше выиграть, а получилось обратно. Процепил захват. И Одинаев имеет шанс. Вот наглядный пример, да. Чуть-чуть вел. Пять баллов. Комфортно. Начал бодаться. И верхние силы как бы сразу видели. И пропускает такой, сначала голедовство, потом Любомир успел перехватиться, поднять и пять баллов. И Любомир сейчас впереди. На уколах скорее всего, на обезваливающих. Ланцет такой очень. Вот сейчас посмотрим там что будет. Да, сейчас он поднимет. Да, спина у Любомира на загляденье сильная. Вот поднял, да. И вот бросок. Перехватил даже. Вот бросок, видите какой. Перехват и очень хороший бросок. И сразу же комбинация на промокашку. Да. Сейчас руки соединят. Соединенные. Да. Вот все это положение он должен вложить, но не получилось. Больше чего. Здесь ошибка в том, что он голову не убирает свою. Второй период. Девять, семь. С нуля, скажем, да? Ну, ну. Преимущество совсем минимальное, но Одинаеву надо заработать с чуть-чуть маленьким гандикапом на один балл впереди, потому что он пропустил четырехбальный амплитудный бросок. И при любом исполнении протокола даже последние вот эти предупреждения или балл получит и все это станется равным, победу одержит Любомир Ашейн. Опять стоя, ну как бы, Реак два балла. А знаешь, почему он не успевает это убрать ноги? Потому что Любомир умело нагружает спину. Да. Напрягается и засталбивается, да? Ноги управляет, и он не может двигаться. Не может, да. Провинности нет. Период движения не может делать. Одиннадцать семь. Уже четыре балла. Четыре драгоценных балла, которые ему, если завтра, да, или сегодня, Любомир восстановит свои вот качества, он может пройти финал. С такой борьбой он сможет и с Айялом бороться на равных. О, чувство. Какое чувство, да? Опасно было. Ну, как он отпускает, а? Он просто свискав дал. Ну, конечного действия он не может держать. Почему? Под контроль, да? Да. Под контроль сам себе не берет. Вот и упускает моменты. Самые нужные моменты, самый нужный момент он упускает. Очередной раз попадает Одинаев. Ну, первый раз Ашин попал, а сейчас Одинаев. Ну, в этой схватке мы видим, вот редко когда вот так получается, в опасном положении. Пятнадцать семь. Еще много времени, можно досрочно закончить борьбу. Крестный захват Галина Стопа пока не срабатывает. А сейчас он получится, вот, видишь, пошел опять. Длинный, очень-то захват, но захват длинный. Да, длинный был. Видно был просвет, и это ничего не дает. А задача, да? Растирался маленько. Сценарий борьбы изменился. Еще так. Да, это движение... Опа! Вот опасное положение тоже. Бросок очень красивый. И снова вверх вышел. Одиннадцать пятнадцать. Шанс. Минута еще есть, но здесь должны дать бал. Бал дали. Дали, дали. Шестнадцать одиннадцать. Устали. Накрывает молочная кислота. Бросковая, да. Скоростная борьба идет очень хорошо. Динамичная, скоростная, с многими... Взрывами. Эпизодами бросков, приемов. Это хорошо. Вот так должны бороться. Только не теряя голову. Моменты не надо... А, вот это уже... Нет, это самолад. Это самосклад. Да, это самоуклад, как говорится. Это бы... Я только что сказал, чтоб голову не терять. Вот как раз потерял голову и ушел. Смел Сергеевич. Только что... Давай изменим. Урожение. Не потерял голову. Не успел, так скажем. Да, да. Одиннадцать-двадцать. Совсем впереди. Еще один балл. И досрочная победа. Но для Динаева это... Открытая борьба пошла. Он решил... Пистолетом, да? Да, ну... Чуточку... Все так и надо думать, жена. О чем? Ну... Как привести прием, да как ее закончить. Вот в чем дело. А ты проигрываешь. Девять баллов. Да. Он же... Да. Рисковал он некоторые свои баллы. Это подарок. Слишком такие щедрые подарки давал. Но еще шанс есть. Шанс есть. 14 секунд. 13 секунд. Он еще... Еще... Да. Здесь можно его как бы обратным захватом в классической борьбе, да? Да, 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 да. Вот тут поднять. Вот прошел. Вот бросок. Вот что. Но сейчас 18 должен. И еще бросок. А, нет. Четыре балла дают. Нет. За такой крестный обратный захват и время заканчивается. Ну вот видишь... Очень сложно. Два борца в четверть финале восьмых спортивных игр по вольной борьбе. Борис в красном трико Одинаев зарабатывает 17 баллов. А Любомир Ашин заработал 20 баллов и вышел в полуфинал на Аяло Белолюбское, скорее всего. Продолжается борьба. Это 61 килограмм. Тоже упорные бои идут. В схватке. Да, Любомир с большим трудом пробивается в полуфинал. Два тяжелейшие схватки еще. Молодец, выложился, но в упорной борьбе. Да, да, да. Помог, конечно, Одинаев ему, но помогает Богу-то сильнейшему. Притом с такой травмой. Ну тут не получился. Конечно, очень гибкий парень. Очень гибкий, эластичный мысль. Да, оба попадались в промокашку. Сорвали захваты и вышли достойные из таких положений. Вот этот опрометчивый пистолет. Мимо, скажем, мимо кассы. Низкий атака голеностоп. О, красиво. Да, это классическая борьба. Парень очень взрывной оказывается. Это последние пять секунд оставалось. Да, вот чуть-чуть не накатил, не хватило. Да, и тогда в челлендж обязательно полетел бы. Но Владимир Егоров, мы его второй раз наблюдаем. Но на этот раз соперник с Жигантской более чем достаточно серьезный. Полминуты. Володя, мы сегодня увидели, что он грамотно по месту так боролся в первом восьмим финале. К минимальным преимуществом выиграл. Но опять получает. Ну, чемпион Европы. Медалист европейских чемпионатов. Очень опытный спортсмен. Вот сейчас бросок не получился, захват упущен. Но на контр действие прием попался. Для Володи такой открытый действие. Два балла. Два балла проигрывает уже. Еще больше. Накат. Помощь ног был проведен. И теперь очень классический накат. Хорошо. Два балла. Еще раз, наверное, накатит. Вот это очень опасный, коварный этот привод. Вот оно. Захватил руку? Да. Посрочно. Смотри, как хитро дело. Не руками подтолкнули, а плечи. Правильно. Вот так и должно быть. Володя, да, ну здесь никаких шансов для Яковлева. Одна ошибка роковая, который вот в открытой борьбе пошел и попался на контрприем. После этого в портере, ну это большой мастер. Использовал все свои возможности. С плотного захвата накатил. Потом простой накат сделал. И с длинного захвата локтями просто перетащил. Тоже два балла. Ну правильно, два балла есть. Технически очень грамотно. В полуфинале Владимир Егоров. 261 тоже. Мы вот это движение, которое мельница. Здесь надо коленево было перешагиваться, конечно. Но здесь, ну такая атака для Владимира Егорова. Да, на самом деле здесь контроль будет сто процентов. Еще накат. Ну повтор сейчас, посмотрите, как чисто, аккуратно. Все виды наката нам показали. Все действия, на самом деле это ценится. И еще вот перехватилось. Сейчас вот посмотрим. А там. Смотрим. Смотрим. Яков Павлов и Ариан Тютрин. Вот. У Ариана сетка более-менее такая. Но Яков Павлов это, Борис, тоже достаточно опытный. Они друг друга знают с детства. Ну что, Ариан Тютрин старше, конечно. Но Яков Павлов как бы с 18 лет уже со взрослыми все сборы проходил. Ну вместе тренировались, вместе учатся, как говорится. Вот и это. Сейчас посмотрим, какие у них арсенал приемов, какие в тактическом плане, как они построят борьбу. Вот с этого мы сами увидим своими глазами. Сейчас Ариан Тютрин, один из ведущих борцов нашей республики, мирового первенства. Знаешь, какие вот узы связывают Ариана и Якова, да? Это их тренер Иван Дмитриев, да? Долгое время работал в Тампонском. Луси, личный тренер Ариана Тютрина. Ариан Тютрин, первый тренер Семен Петухов. Мы вот, буквально вот, Александр Васильев, Кардюген пересчитал все титулы. Мы промолчали. Сейчас повторим, что самое высшее достижение Ариана – это призер чемпионата мира. Мастер спорта международного класса. Победитель международного турнира именно Ивана Ерегина. Зарабатывает первый балл. Всего полторы минуты борьбы. Активных действий нет. Со счетом 1-0. Выталкиванием. Активность. Проход ногу. Защита у Павлова. Отменная. Уйти от атаки мастера спорта, призера чемпионата мира. Тоже больших навыков им нужно. Ну, как бы предполагает. Естественно, что-то есть у нее багажение. Вот и получается, защищается кое-как, наверное. Но сейчас посмотрим, какие еще нам покажут тактические подготовленные приемы. Естественно, мы очень ждем таких. Все хотят просмотреть, как борется чемпион, призер многих турниров, призер чемпионата мира. Ян Тютрин. Ну, а очень хорошо раскрыл. Многие прошел. Но вот концовку приема не сделала. 1-1, 2-1 получается. Да, концовку не провела. Это, конечно. 4-2, 4-0. В ходе борьбы, конечно, это так может получаться. Но это, с одной стороны, минус. Получается, что Яков Павлов на краю ковра не прочувствовал границу. Заступил. 3-0. Орен стал как-то открыто атаковать. Еще 17 секунд бороться в первом периоде. Ну, сейчас посмотрим. Чуть-чуть у Техомили с темп ослабили чуточку. Потому что уже смотрят табуло. Там осталось несколько секунд. Вот и они сильно так не атакуют. Сейчас пойдут на очередной. Ну, голову не теряют спортсмены. Как говорится. Вот сейчас представители Госалдановского улуса. Руководители команд, тренера дают советы такие. Что нужно что-то делать. Как прием провести и так далее. Вот следующая трехминутка. Это решающая трехминутка будет. И посмотрим, как будет складываться. Ну, для Арьяна. Человека, который зажег пакел наших игр. Двойная ответственность. Но, скорее всего, народ не простит, когда он осечку сделает. И поэтому, как лев бросился в открытую борьбу. И пока это результат не дает. Ну, сейчас посмотрим. Осталось три минуты. Всего на всего. Яко Павло пошел в открытую борьбу. В высокой стойке. Оба! Оно здесь проваливается. И отдает очередные два балла. Ждал этого Арьян Тютрин. Ну, опередился. Защитился. Воврем остановил. И вот. Итог. 2-0. Арьян Тютрин. Ну, шути чуть подняли на стойку. Ну, пока Арьян Тютрин 5 баллов. Но из них он заработал 3-2 выталкивания. Один раз Яков сам заступил за ковер. И в контратаке 2 балла. Обостряю. Пытается сделать свое дело. Вот пароход очень хороший. И головой остановил. Открыл за... Ну, это... И обратно зашел, да? Одним движением. Раскрыл якова. Ну, это мастерство. Мышечность. Отработанный прием. Еще раз. Еще один. Нет. Цевисток был. Просто он мне подготовил. А надо быть всегда готовым. 8-0. Это урок для молодых будущих наших звезд. Если вы видите молодые, ну, начинающие борцы, прислушайтесь к советам мастера спорта Советского Союза Семена Сергеевича Каюмова. 10-0, да? Уверенно проходит. Весит, да? 61-го килограмма полуфинал. Борис Уссалданского улуса. Мастер спорта международного класса. Победитель геройинского турнира. И призер чемпионата мира. Выступающий ныне за белорусскую сборную Ариан Тютрин. Ну, Ариану мы пожелаем дальнейшего успеха. Это ему проходят как тренировочные схватки. Видимо, 10-0 это очень хорошо. Огромный расчет. Поэтому парни еще таких больших побед. Ну, для Павла Аякова тоже есть шанс при условии выхода победы в полуфинале Ариана Тютрина. Павлов имеет утешение. И может бороться за бронзовые медали. Ну, у нас по сетке проигравшийся один раз теряет приноргическое. Когда в весе всего шесть борцов можно иметь с одним проявшим чемпионское звание. А когда одна шестнадцатая, одна восьмая, одна четвертая, один раз проиграл и ты никогда не станешь на верхней ступеньке педестала. Очень серьезная встреча. Ох, хорошо. Ну, тут уже бросок, по-моему, сколько баллов дали. Два балла дали, по-моему. Уже это представители Сунтарской и Хангаласка. До семидесяти килограмм идет борьба. Тоже четверть финалы. Ну, Нюргун Андреев является родным братом восхитившего нас сегодня Лориона Андреева, да. Тоже Борис в борьбе Хапсагай имеет звание абсолютного чемпиона. Но пока в вольной борьбе он выступает только в интересах Ангалаского Луса, так как они там сейчас работают. Живут, работают. Проход новый. В общем, хороший проход, захват. Ну, дальше что? Дальше выталкивать. Да, один балл с чего заработал. Мог бы чуть побольше сделать, но поспешил бедать. До конца он свой задуманный прием не выполнил. Просто вытолкнул. Итог. Один балл. Минимальное количество, конечно, оценки. Но нужно ведь свой разбить. Надо было чуть под свой прием до конца сделать. Поднять или как. Или подсекать надо было. Или еще что-то другое. Кирилл Павлов в первом 1-8 финала показал бросковую борьбу. Ну, сейчас посмотрим. Барень-то бросковый. Вот хорошо. Вот это очень хорошо. Ну, тут... Это контратака. Да. Контратака. Это энергично. Силен, да? Нюргун Андреев жилистый. Силен, оказывается. Он не дал себя это перехватить. 6-1. И на классе пока Кирилл Павлов Сунтарский... Ну, тут чуть... Чего-то головой, наверное, толкнулись и... Ну, в втором ковре, как информацию скажу, что тоже принципиальная борьба идет. Василий Стручков и Петр Павлов. Там борьба на жизнь. Выход в полуфинал. Уверенная борьба. Здесь в 6-1. Счет в 6-4. Эээ, в 6-1. Мы попросили... Ну, режиссер попросил нас на принципиальную борьбу. Сейчас выйдут, камеру переведут. Но мы думаем, что... Мы перескажем вторую... Да, вот. Василий Стручков и Петр Павлов. Василий Стручков очень опытный, упорный борец. Перехватывает. Да, активно. Опа! Ну, как так? Ну, это скользко. Вот научились в сборах наши якутские борцы применять определенные действия чеченских борцов. Да, уже... Которые боец, которые участвовали в сборах в Дагестане, там, в Сочи, они умеют так уходить активной защитой. Школа Хасавирта, да? Да. Ну, что-то преимущество надо, конечно, для развития борьбы. Всего-то преимущество 1 балл. Всего 50... Минута 55 остается. Ничего не ясно. И в борьбе командном, да, в лицо в лицо встречались конкурирующие команды города Якутска и первая сборная усилданского улуса. Да, в командном перераспределении, уважаемые любители спорта, оба атака. Ну, атакой... Василий Стручков вышел вперед. Да, чуть-чуть. Один балл все-таки заработал. Силен Василий, да. Хотя он активно, ну, слишком активно, да, вот, первых номеров сейчас, ну, держит форму. Силенок не хватает. Ну, чуточку... Петя борется в нижних... Боевой вес у него 61-65, а вес сейчас 70. Интересно команды. После удовлетворительного чемпионата России. Ну, это как бы в защиту, в оправдании. Но сегодня четверть финала, и никаких оправданий не может быть у Петра Павлова, потому что перед глазами родной публики уступит один балл. И ему дается 52 секунды для сломить. Атака идет за атакой. Выталкивание. Ну, здесь правильное, да. Он с колен встал, балл заработал. Два-два. Выравнивает, выравнивает... Челлендж. Да, кто бросил челлендж, но это, видимо... Это город Якулос. Это наш любимый Семен Прокопий. Прокопий Семенович. Да, Прокопий Семенович. А это Василий прочувствовал, он видел, что Петя схитрил с колен, встал и вытолкнул. А Никита бросил, оказывается. А Никита Николаевич бросил, да. Да, Никита Николаевич. Два-два. Тренер сборной команды города Якулска. Ну, Ваши, да. Серьезная встреча. Очень многое зависит в командном итоге, результат этой схватки. Поэтому, конечно, должны собираться... 30 секунд. Да, борцы должны собираться, показать самое, что наезд на сегодня способны они. Ну, вот. Семен Сергеевич, да? Да. Вроде бы, действий больших амплитудов нет, но интерес захватывает схватка, да? Интересно, очень интересно. Просто мастера борются. Вот атака была, но не до конца не сделана. 10 секунд. Да, пропущена. Вот это очень плохо сейчас. За счет последнего действия Петра Павла выиграли. Вот. Промахивает, да. Это конец. Это промах. 3 секунды. Все, 2 балла наказываются, как говорится, и вот достойная победа. Да, да. Рабочая достойная победа. Да, достойная победа. Но это зрители тоже ему помогли. Естественно. Перед своим родным людьми, да, надо было выиграть более возрастного борца. Ну, да, Василий очень достойный защищал, весит до 70 килограмм город Якутск. Вот сейчас посмотрите. Вот здесь уход. Я бы и судьей был бы здесь за откровенный уход, может быть, добавил Василию. Пощерительный балл. Но я не судья. А здесь Петр Хисфрил станет сейчас. Стал и вытолкнул. Здесь, да, балл. Чистый балл. Да, это балл. Он много... Это опыт, да? Да. Это опыт. Это очень хороший. Теперь... Наглядный пример для молодых. Теперь посмотрим атака Василия. Вот она атака. Сбивается, да. И тут... Второй раз хотел повторной атакой провести, а он поймал его и назад вышел. И вот два балла проиграл. Вот это тоже мастерство, как говорится. Вот самый нужный момент. Нужно не терять голову, как говорится. Вот и итог. Победа очень нужная, важная для команды. Да и для самого спортсмена. Но вес более большой. У нас Константин Власов, лидер. Весе 74 в нашей республике. Бессменный чемпион последних лет. Но против него Татонов. Тоже неплохой спортсмен. Он сейчас достойный... Должен достойное сопротивление оказать. Но посмотрим, как борьба будет сложиться сейчас. Я даже боюсь сказать, да. Если бореть с Сунтарского улуса, значит и жди броска. Ну так-то так. Но сейчас Власов ведет очень уверенно. В позиционном положении он смотрится как активный, более-менее мощный. Поэтому вот посмотрите. Вот сейчас он атакует. А судьи уже дали... Да. Ну, определили пассивность. Это уже накажется. Естественно, 30 секунд дали за эти 30 секунд. Если он никаких действий не сделает, то оценил балл, проморгает. Ну и борьба-то будет идти. В этом положении Власов более-менее мощно атакует. Если со стороны видишь, вот атака-то идет. Позиционная атака идет. Мне очень импонирует борьба Адилустана Татона. Он физически не уступает, не грамма даже. Вот мне нравится борьба Адилустана тем, что он физически не уступает. Вот здесь уступил, второй балл отдал, но... Упал. Власов, напрягается маленько, да? Да, конечно, напрягается. Все-таки человек сопротивляется, что-то хочет делать. Естественно, есть сопротивление, но тут Власов-то более-менее мощно выглядит. И атака у него получается. Вот защищается сейчас Татона. Ну, захват-то уже... Да, обоюдный захват. И вот... Внутренний захват, это коварный захват. Помните, да, такой вот... У нас Мегина-Кангалацкий знаменитый... Сапандин Роман. Такого захвата, как поднимал одной рукой. Всех великих. Роман поднимал очень хорошо за ноги. И очень хорошо бросался. Да, вот таким способом. От природы одаренный спортсмен был. Ну, вы все знаете, он серебряный медалист чемпионата Советского Союза. Самая вот такая крупная у него победа. Мы думаем, что Джулустан Татонов почувствовал в этом захвате силу ног Власова-Константина. Но пока инициатива полностью ходом с поединка Власов держит. Но уже обоюдный захват за корпус. Да, счет минимальный, потому что приемов таких полноценных нет. Но с виду, со стороны, и когда увидишь, он положение владеет Власов, конечно. 30 секунд отдыха. Данилов Николай Романович, заслуженный тренер нашей республики. Имеющий взгляд на активную борьбу с броском, как бы плотных захватов. А вот Константин Власов яркий представитель Мегина Конголасского улуса. И музыкант Дуэрюет Александр Птицын. Тоже борец неординарный. И Николай Сипшин. Оба неординарных борца, да, да. Антометрические у них данные не похожи на борцов. Но ребята, показавшиеся феноменальными борьбами Александр Птицын, являются мастером спорта международного класса. Он сейчас старший тренер района. Сейчас ребята показывают такую борьбу, в которой, вроде бы, таких приемов нет. Но идет позиционная такая борьба. В тактическом плане, наверное, так и сделано. Они так поставлены, наверное, задачи. И вот сейчас, ну, тут уже остановка. Польза, дело станет. Ну, дают замечание, по-моему. Но здесь это показывает, что оба борца прошли хорошую подготовительную работу к данным играм. И функциональные возможности организма дают возможность рассчитывать на последнюю минуту. Борьба на руках, она когда вот тягостная, долгая, за определенные захваты, она же трудная, да. Работают крупные мышцы борцов, спины. Ну, приемов таких бросков нет. Просто толкотня, вот можно так сказать. Но тут он непозиционном положении, характере. Идет вот борьба такая. Поэтому, ну, приемов не делают. Никаких приемов бросков, подсечек там или так далее. Нет. Риноль. Да. А вот нужно ведь свои эти... Нужно направить как-то на проведение какого-то тактического действия, приемов. Вот в чем дело. Вот заквозка. Вот тут мы что-то теряем. Надо вот тренировочного время тренировочных занятий. Нужно суметь... Активный захват. Да. Суметь. Активный захват вроде бы ЕС. А вот приема нету. Конца нету, броска нету. Вот что. Здесь у нас большая. Да. Но ответственность это одно. Вот тут. Ответственность нужна вот когда тебе спортсмен проводит какое-то тактическое, техническое действие. Вот в чем дело. Что зрелищности нету. Но здесь есть шансы довести соперника до такого состояния. И моментально его... Да. Минута осталась. Счет минимальный 3-0. Джулустан Татонов может спасти четверо-финал. Но это не согласен. Категорический чемпион нашей республики Константин Власов. Ну здесь... Вот. Вот бы подсекать бы сейчас как Петр Алексеев, как Павел Пенигин подсекал или как Арман Дмитриев там, или как Василий Гогольев очень четко, красиво провел какой-то простой оббросок. Или Мельниц или Катерго, как Павел Пенигин делал. Вот это и дело было. Вот такого у нас... Семен Сергеев. Или как Александр Иванов бросал там... Нога поднял, полетел куда-то вверх. Вот так надо было бороться. Столько советов дал, что... Он должен... Но вот такую борьбу... Со стороны советов... Советовать, конечно. Такую борьбу, наши ребята, по каждому. В будущем, в будущем. Ну, победа, есть победа. Что поделать, да. Думай, да. Физически не смог. Вломит Константин, а это качество известное. Ну... Поставленную задачу, ребята, буквально. Была нужна... Для Денуста на нет. Он не смог. Хотя заработать надо. Константин сильнее оказался. Сильнее. Власов сильнее у него. И физическом, и тактическом, техническом плане сильнее. Николай Романович признается, да. Да. Спокойно и обсуждаем. Ну, что... Ну, побеждает сильнейший, подготовленный. Что делаешь? Вот. Константин Аласов, это Кувал, Домигина, Конголаска района. В этом весе. Угу. 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 Ну, в борьбе уже большие веса пошли. Все интереснее и интереснее. Да, погода сегодня без... Хотя все прогнозировали дождь, но у нас сегодня прекрасно, прекрасно бороться. На вес защищает еще тениста, еще солнца прямого нету. И мы видим лидера 265 мастера спорта международного класса, члена сборной Белоруссии Нюргуна. Но здесь тоже с одной стороны мы слышим... Нюргин Скрябин ждет Константина Капранова. Но в втором ковре тоже интересная борьба. Константин Капранов является как бы членом борцовской семьи. Мы дедушку знали его, тоже с Черпочинского региона боролся. Потом сильный борец, счет 5-6. Впереди Нюргин Скрябин, но здесь идет обсуждение. В это время Егор Пономарев атакует в своем ковре и выносит соперника очередной раз за ковер и получает 1 балл. Нюргин спокоен, но физически ему трудно до 70 кг со своими соотечественниками, которые знают твою борьбу досконально и сильнее и крупнее тебя. Поэтому в этом категории хоть любой большой мастер испытывал бы с веса 65 в чемпионате наших спортивных игр. Николай Дмитриевич в своем резюме уже решение принял. Егор Пономарев, да, очередной раз выигрывает балл и возобновляется на первом ковре. 9-6, да, челлендж. Капранов выиграл челлендж и табло поменяла свою судейская коллега. Главный судья Николай Дмитриевич Николаев принял решение атакует Капранов. Но он не застаивается, активно предлагает борьбу. Капранов, да, Капранов. Счет 9, 9 баллов. В пользу его, но Нюргин сейчас ищет борьбу тоже. Очень такая серьезная встреча. Естественно, у Капранова, да и у Нюргуна с Крявиной, они оба выходцы. Последние годы тренировались в Чуровчинском районе. Поэтому почерк похожей борьбы. Ну, Капранов сейчас очень хорошо ведет встречу. Нюргин-то вы все знаете. Это очень опытный спортсмен с многими громкими именами, победами. Мы все знаем, гордимся им. Но вот сегодня, в данный момент, сейчас ведет спортсмен с Чуровчинского района Константин Капрунов. Минута 30 секунд, но преимущество не очень большое для опытного борца. При хорошей физической кондиции Нюргуна под силом здесь поправить ситуацию. Ну, сейчас. Вот это очень хорошо. Контр-движение проводилось. Переворотом хотел Нюргин сделать край. Кто почувствовал? Пока действие не оцененное. Нет, очень хорошо защитился, защитился Капрунов. Ушел опасной зоной. Активная зона борьбы на ковре. Минута 57 секунд остается. Два балла отрывом ведет Капрунов. Капрунов. 9-7. О, Константин. Да, принципиально тоже. Чуровча, Мейна, Конголасы тоже в командном за счете. Многозначащая личная встреча. И здесь на Нюргуна-то. О, здесь. Ну, тут уже. Девятый. Восьмой балл. 35 секунд. Беремия идет, беремия идет. Это очень неплохо сейчас. Ну, по-простому скажу, наедается маленько, да, Нюргуна? Потому что вес большой. Да, да, да. Соперники очень физически сильные. 35 секунд – это тоже много. Здесь дают шанс передышать, по-моему. Думаю, бывает такое в борьбе, когда секунданты видят. Нюргуна-то отнес, пошла. Счет 9-8, да? Один балл отрывает. Ну. Время неумолимо идет. Двадцать секунд. Обоюдный захват. Вот здесь, да, здесь шанс, шанс. Десять секунд. Весь стойон разорвался. И больше, да, за черопчинца болеет. на самом деле есть ситуация для судейской бригада хавая здесь бывает такое что табло некорректно до секундами метра секундамиста часы другие механические так скажем но я перескажу вот и слова золотые слова александра васильева судьи информатора и комментатора данного данных игр что он сказал вот эта борьба высочайшего класса нынешних мастеров наших борьбы и сейчас решение примет главный судья николай димитриевич николаев который мы несколько раз сегодня выделяли потому что он представляет нашу республику и федерации вольной борьбы игра работает в москве бывает во всех крупных соревнованиях качества главного судей или инспектора соревнования он объективно все решит на табло пока впереди нюргунс грявень 10 9 неплохо бы сейчас нам показать этот эпизод повторе но видимо вот показывают на не то что мы будем сергей мы будем ориентироваться по табло здесь и до параха пара на метр вот работа найдет атака сбив но тут ничего нету встали стойку там это все другой эпизод на эту другой победу одержал многоопытный мастер спорта международного класса нюргун скрябин а время даже на этом табло есть секунда есть вот опять четыре да здесь правильное решение принято действие было классическим броском же вы высказал да здесь к нюргун доволен выдержал молодец и последних секунды вырвал пять десятых это сколько это пять метров до ну наверно бери ну бега наверно так а тут доли секунды скажем мама лада 2 водородов до заработал вот сейчас еще раз посмотрим так две с половиной секунды подъем вот там посадил уже за это два балла там еще время ездил здесь а в другом каврил на стуше слышим герману кустинов проходит полуфинал туши тоже мастер спорта международного класса праздник нюргунском районе у них да здесь полуфинале он с кем ну которые показывают как он положил уже положил полный контроль предплечьем весь корпус соперника но мы потихоньку потихоньку двигаемся полуфиналом уже ларион борется сейчас андреев про него мы уже первой части прямых репортажей досконально поговорили доказали в борьбе и пересказали его характер и умение бороться весе 70 до 74 килограмм но на этот раз у нее соперник совсем другой афанасиев это борис который мы тоже на фанфарах валили восьми финале ну одной части восьмого финала представитель нюргинской команды сейчас тренируется подготовиться под руководством будимира григорьевича яковлевого заслуга тренера россии и якутии до лариата государственной премии имени коркина вот сегодня эти дни эти дни очень усиленно он подготовил команду нюргинского улуса и некоторые спортсмены наши ведущие спортсмены которые тренируются у будилья яковлева тренирует представляет сегодня нюргинский улус ну да это был у стенок еще кто-то там есть ну сейчас пока никаких баллов вот проход андреева но он до конца не провел прием во время защитился афанасиев ну я вот пока пересказ шел я наблюдал за представителями у селданского улуса как бы руководителя команды степана петровича петровича сивцева да он внимательно следит надеется что ларион пройдет тогда баир будет бурсов за них бороться и да все руководители все главные действуя лично лица команд уже вокруг собрались вокруг ковра все по счетам естественно вот так каждый балл сейчас имеет цену командный результат важен чем лишний сейчас но это естественно это спартаке а то за четыре года один раз бывает поэтому маммализация должна быть сильнейшая во всех да и у руководителей и организатору и участнику всем большая ответственность и открою маленький секрет да я сегодня наблюдал и за прекрасными нашими представителем вольной борьбы на ковре видела и масс рейстеров даже чемпионатов мира которые раньше занимались вольной борьбой и сегодня они вышли бороться за команду за команда правильно все за одного за команду за район за город за республику это очень хорошо мобилизоваться нужно всегда но здесь и лариона под силам до против афанасия но сейчас и закрыться баллы минимальные 10 на это ничего не говорит сейчас и еще три минуты переди до нужно афанасия неуверенно ложная атака но это для воздействует на суде еще очень очень хорошо было задумано но окончательного итога нет вот окончательный итог должен быть просто оцененный балл там до или два волны очень красиво проделанный бросок там с амплитудой и ты вот это нужно вот сейчас вот это очень хорошо когда он не стал поднимать физически это трудно на корпус перешел взял свои норму вышел назад на за спину вот два баллы есть зрелая вода да да очень хорошую большого этого энергии не взял наверно ну а сейчас дальше будет работать спокойной душой как говорится настрой у ребят хороший сильный однозначно они хотят все победить друг друга ну посмотрим как дальше будет две минуты еще у афанасия афанасьева на голове сейчас строится план как вот эту вязкую жилистого упорного борца красным телеку одолеть да а мечта то близко всего один балл один балл всего-навсего да но это бывает очень сложно иногда когда ковер это почти олимпийские игры нашей республики так скажем спортивные игры восьми но самые крупные самые большие соревнования наши за четыре это четыре года как говорится по разу бывает поэтому у нас ответственность мобилизации очень огромная зрителям тоже вам уважаемые зрители национальная вещательная компания сахар ведет прямой репортаж для ведения стадиона снова стадиона дартара национальная компания мобилизовала все свои силы тяжело нам но мы справляемся пока выдаем прямой эфир борьба последние секунды ларион откровенно убегал с борьбы моментально получает балл это правильная действия нет но не поддержали арбитра 22 но все равно ведет ларион 30 секунд не надо уходить это старается конечно борьба нужно бороться надо самому атаковать но мобилизоваться надо осталось то каких-то 20 секунд на это вот и очень-очень ответственный момент спортсменов это не борьба ларион и панирует и вот он проход на ноги на не пора не получилось а по нас его заволновался товарищи маленько заволновался увлекся борьбой остается но секунд время и да и кто выиграл ларион андреев по техническую действие потому что полноценный прием был на техническое действие было ну вот по баллу до 1 баллов по предупреждения на одинаковое на полноценное действие было сыграл надо да так скажем это победа в полуфинале но очень нужная победа трудная но очень нужная победа естественно очень трудно вот сейчас посмотрим как там да конечно против физически сильного спортсмена но вот здесь правильно я скажу что арбитр правильно поступил до выходил откровенно даже мысль с вами до судейство от нравится ребята судьи за подготовку провели хорошую все по времени все по выверенности правильные сиськи нету да 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 уверенно работают должны и так быть должно быть так быть но это идет борьба то весит до 7 с 4 килограмма кочергой зарабатывает оценка какую видим 4 даже 4 балла на 4 баллы это бросок со стойки начался и очень опасное положение оказался спортсмену год и на его до захаров из всем известный кладки да ну греко-римской борьбой очень хорошо занимается тренируется вот право надо это право и шутка сыграл стоя пропустил ноги и теперь до 2 валду но не накатил надо барсага и корейской борьбы ты накатишь вольник никогда не накатит это сто процентов могут накатить карелина кто у нас ну можно там ухача какой у шумпаева ну может быть но я веду карелина александр ну александр александр карелина это легендами нашей грек римской борьбы а лопешка на конец вольников нет конечно лопеса бери как увидеть четверкратно чемпиона новым вернемся к борьбе вот прошел опять той же кочергой да с корпуса да да скоро очень плотно через плечи через бедро можно сказать егор захаром до нас пока не пошел хорошо хорошо пытается провести приемы очень хорошо открыто надо да да ну правильно он же спала впереди егор захаров очень хорошо проводит приема старается привести это очень хорошо очень хорошее желание спортсмены нужно ее только поощрять надо да и учить чуточку а сейчас вы на схватке то он сейчас покажет сами такие сильные стороны и он до конца контролирует очень хорошее корпус выходит на два балла и дальше в накат не получается 10 2 все осталось два балла и ребята отправляется еще на минуту хватит ли и гору досрочно выйти полуфинал это только вопрос кого уважаемые зрители здесь люди огромный такое футбольное поле с искусственным газоном ветрено шум ветра такая морская бриз такой с озера идет но народ возбужден борьбой особенно борьбой вот лариона осталось 17 секунд сам долин наверное еще 30 секунд отдохнет на ему надо тоже предпринять уже действие чтоб хотя бы прочувствовать силу да и горы чтобы как бы не получилось да не получилось что там 30 секунд отдыха 10 2 да и сейчас после перерыва мы посмотрим как будут они ребята на что они способны нам показывают но уже уже вот хочу очень сильный бросок это чисто с арсенал до берега римской борьбы очень хорошо про еще раз один бросок проведен вот на повторе очень хорошо нам это технические средства нам показывают ну а это уже материал как говорится ученый тренировочный горовод для тренировок для специалистов и нам зрителям тоже очень хорошо прекрасно вот так когда очень прекрасно проводятся эти приемы и показывают нам такие повторы и все и всем хочется так провести прием дорогим зрителям передадим что на ковре б николай николая в юридический район против александра ларионова тоже 1 4 финала отдых со счетом 21 упорной борьбе вот он идет 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 ну сейчас посмотрим но руки берет на кулющ положение к такое интересное пока оценки никаких не на владею года голову вышел поднял сейчас поднимет но и захват поменяет наверное оценка то где оценка где вот сейчас но арбитры здесь пропустил действие но сандулин молодец игор сандулин манского улоса парень упорный оказался но в этом весе все такие наверное да здесь слабохарактерные долго не задерживается хотя очень хорошо да я ска работал вот на насчет этого ничего не скажем очень хорошо вот сейчас соотношение баллов то какое вот 10 я просто забыла как у нас одна четвертая 1 4 это 8 сильнейших до весит до 73 килограммов да конечно здесь таких нету молодец но сейчас нужно вот минута двадцать восемь еще раз проход еще один проход про но опять опять до конца нету но по полуфинал весит дать ну вот конечно конечно грамм вышел на финал николай николаев полуфинал здесь Егор Захаров тоже безоговорочно выходит полуфинал 10-0 ну дальше весит до девяносто семи килограмм у нас будет борьба максим толмачев юрий скрябин и сергей семёнов никита валиев 86 до 86 платон сайвинов алексей захаров сафрон сафронов борисов николай ну ждет у нас зрелище конечно грандиозная восьмые спортивные игры стадион бертара село барагонцы начинается решающая борьба за командные очки за личные медали полуфинале будут осталось все вытерпеть несколько схваток и будут борьба за завтрашний уже девчонки готовятся женщины нюргун сергей тихонь иванов борьба началась откровенно уходит тихонь иванов ну отступил отступил и отдал легче один отдать два получения скажем не хочется много баллов давать видимо ну так спокойнее так попроще с одной стороны но вот тут нужно но серьги конечно в более-менее это мастеровой конечно мастер такой нау по уровне с ними то конечно ребята это все понимают знаем мы это поэтому ну человек хочет старается бороться за родной вуз он сегодня представляет свою ручь улуз в свою команду поэтому надо дать должное тоже ну а серьги это вот наш один и сильнейший борцов этой весовой категории поэтому россия 90 давай да ну поэтому мы тоже тут определенные есть свои критерии там свои требования сергина по отношению сергина поэтому тут нужно подойти к этому этой встрече на нем что ли вот нюргун и сергину сейчас и он под руководством конечно ему помогает олимпийский чемпион хаджумулат гасалов да он я с ним разговаривал он говорил что нюргун на подходе вот классу по классу на подходе на уровне вот сборной россии но это очень хорошо вот оценка такого большого спортсмена чемпиона олимпийских игр это очень хорошо и поэтому нашим тренерам да ему самому сергину нужно еще сильнее отработать работать на уровень уровень надо достичь естественно вот поэтому у каждого из так и спортсменам у каждого есть свои требования правильное самое сильное качество нюргуна он вынослив да не за мной это очень положен до втором периоде всегда нагнетает напрягает это ему помогает это дар природы очень хорошо все специалисты утверждают что природной скорости до природа его чуть не отделила на ему говорят и это надо компенсировать активно и борьбу вот есть именно вот и поэтому нужно очень большая корпоратива работы тренировка тренировочная работа надо но это дерган делает 100 процентов он капитан ответственный человек но мы надеемся народ надеется на это вот поэтому и 3 тренером и спортсмены особые вот такие требования активность захват идет нюргун сергину обманул и вытолкнул но это как характерная борьба не получаешь но конечно в налоге они с одной стороны так с другой стороны вот до 8 это очень много но и очень мало потому что проскоп таки сильник не вижу когда соперник сам уходит добровольно зачем бросать но но видимо так тоже можно так сказать зачем бросать на образки на отдела но уже сколько перемужем победа за третий уход добровольно он наказывался за добровольный уход предупреждениями баллов да ну чистая победа кальция продолжаем продолжаем ждем следующих наших борцов ну что еще хочется сказать да кроме прекрасная погода да ребята все говорят что предыдущие дни здесь же жарко было откровенно было жарко сухо сегодня классная погода отличать хочется то что народу несмотря на долгое с утра идет борьба народ не уходит стадион со всех сторон поле полное здесь правда конечно есть спортсмены других вида спорта но за борьбой наблюдает все девушки или котлеты кто кто сдает все абсолютно все все с нами приходят разговаривают иногда и мешают да все хотят здороваться с тобой у тебя сергей некоторые долго потеряли вот потому и здоровается не упустить шанс но сапрон сапрона сейчас очень скромно спокойно ведет встречу организм человека воистине недавно буквально в активной борьбе ну когда он занимался профессионально был в штате центре подготовки сапрон был боролся семьдесят четыре килограмма и такой а сейчас уже крупный красивый красиво борется весь сам весь он лидер да здесь он конкуренцию любому может а борисов оригинально борется первые этами и балетными охват охват чуть-чуть чуть-чуть не получилось против силы против опыта пока у николая борисова шансов не через голову прыгни но не унывает борец правильно представители у студенческих студентов очень упорно упорно он изматывается что поделаешь вот чуть-чуть классом тебя человек выше естественно вот полуфинале очевидно бы это все ждали все знали сафрон сафронов это железные выигрышные баллы для мигана кангаласка района ни в коем случае такие победы не отдаст но дальше увидим полуфинале здесь алексей захаров и платон савинов могут его план разрушить вот только что их напомнили и сейчас как раз свои и кайта борьба да здесь платону савинову великому нашу хапсагаисту обладатели всех титулов хапсагаи победителя и первых детских игр и дети азии 96 года я помню он боролся тогда в 60 килограмм очень тогда был шостреньким сейчас и годами 20 лет уже 22 прошло до больше 26 лет и вот это на человека отражается это вот таком говорит ах и до сих пор платоны савинов является уникальным борцом капсагаи по борьбе капсагаи на вольную борьбу не забывает всегда участвует всегда берет свои медали но он стройки не спадает там до стабильно стабильно попадает тройку сильнейших мы это очень хорошо потому что этому надо равняться надо долголетие до долголетие это называется ну и что поделать вот таких ростом конечно чуточку для веса чуточку наверно маленький но корпус сила видать есть но алексей захаров это очень серьезно алексей себя показал показавшие результат борис в нашем республике он тоже неоднократный чемпион призер сильный борис да тоже бросковый я просто помните тарский вчера от него требовали же тушь и он классно пятибалльным броском финальную точку показал броском пятибалльным точку поставил олега по-моему черного было такое но сейчас времена тоже идут у неё он появился вид так снаружи но и он как говорится сейчас посмотрим что там у них запасе осталось а Продолжение следует... 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 Объясню, да, вот все работники прессы, знаменитости нашей Якутии, не насмотря ни в своей должности, все помогают друг другу. Сплоченность и сильный дух якутских игр, якутского народа, якутских спортсменов. Главное, что без паники. Иван Балилюбский ждет Степаном Петровичем Сивцевым борьбу, ну, волнуется. Его сын Аяб Балилюбский будет бороться с нынешним чемпионом республики, очень молодым перспективным борцом. Лев Павлов выйдет против него. Весе 57, вторая пара, это Любомир Ашейин, Петр Копылов. Мы помним, Любомир с большой травмой предплечья борется. Иногда, как бы, оберегая эту руку, пропускал большие, ну, как пятибальный, да, два раза он улетал в 5 баллов. Но он быстро это возвращал, дал жок, четырехбальными бросками с продолжением. Итого выигрывал с этой ситуацией один балл. И очень драматические схватки в четверофинале со счетом. Если не изменять мне память, 17-16 он вышел, или 18-17 он вышел в финал. 17-20. 17-20, да. Молодец, Семен Сергеевич поправил. У нас и так таковых протоколов судейских руководителей ковров у нас нету, поэтому мы на память все это работаем. Тренированной памятью. Ой, сейчас потихоньку, сейчас будет. Ариан Тютрин, да, он рад, что в полуфинале. Ословление ветра. Со своим борцовским братом Александром Рассадиным стоят. Постепенно ветер, направление ветра, по-моему, чуть-чуть меняется. И мы со временем, совсем скоро, действительно начнем, ну, тут поправим кое-какие моменты, там, коверт и так далее. Ну, и начнем репортаж наших соревнований. Поэтому, ну, народ не расходится, все ждем. Спортсмены очень хорошо настроены. Сейчас чуточку там, ну, сейчас ветер и так далее, поэтому тут чуть-чуть потеплее оделись. Ну, и ждут. Раз нам, да, Семен Сергеевич, да, раз нам погода дает такую возможность рассказать про великий Алаз Мюрю, наверное, вы в эти дни очень много о нем узнали. Но здесь островов только больше 90. И внешний вид, ландшафтный вид этого острова антропогенный. Антропогенный. Торкопулов здесь борьба была с... Проход ноги. Ну, он со своим, как скажем, борцовским братом боролся, воспитанником тоже. Одного тренера не тренируются, друг друга очень хорошо знают. Но за счет скорости вышел победителем. А сейчас на экранах вторая, четверофинальная пара. Явловский и Белялевский. Здесь, да... Да, здесь действие арбитра было. Вот Ашейн, который мы хвалили. Любомир, да, вот видите, планцет очень большой. Он молодым верхневерийским парнем вот поднял и вот отвезет. Но здесь дали 4 балла. 7, пока счет 7-9. Давайте память проверим. Если до конца видим. Нурком, да. Это за ковер было. 15 я пока. Ответка от Одинаева. Но Одинаев нестандартный борец. У него антрометрические данные очень хорошие. Ноги, руки могут взять где угодно. Обратно вот. Бросок с классической борьбы. Дальнего бедра, обратно, захватом с дальнего бедра бросок был проведен. А сейчас... А то Егор обладел. Да, это уже Егоров Владимир бросает обратным захватом тоже. Проход. Ноги. Это Тютерин Арьян. Арьян Тютерин показался вам. Вот техника какая-то современная. Это даже на ветер нам не мешает. Мы показываем самые такие моменты. Здесь Василием Стручковым была на смерть. Захватывающие моменты встреч, схваток наших ведущих спортсменов по разным весовой категориях. Восьмолетние спортсменов народов Якутии на ковыре. Борцы. Борцы. Сильные духом люди. 70 килограмм. 70 килограмм. Да, это 70 килограмм борцы. Да. Константин Власов, да, здесь? Да, он, по-моему. Власов сегодня показал добротную, крепкую борьбу. Ну, Валерин Андреев ждет его. Ну, картинка у нас пропала. Вот появилась картинка. Валерин Андреев. Вот он. Вот он. Да, здесь, да, Нергун. На опыте и на воле, да? Да. Характер показал, воле показал. Вот, Валерин, парусок момента. Вот сам, в последних секундах доли десятые решили вопрос хода схватки. С такой ценой наши борцы вышли. Мы их сегодня еще увидим, как стихнет природное явление. Бедро, да? Вот Егор Захаров вообще показал сегодня вот такую бросковую технику. Вы сказали, что он классикой хорошо борется, и он доказал это. Да и проходы ноги теоретически правильные. На практике, на деле показал, как бороться надо, да? Как ей прием провести вовремя, и как ее в правильном направлении отправить. Нергун Сергин. Сергин. Ну, здесь откровенно скажу, что Иванов... Ну, все представители Мегина-Кангалас тоже очень хорошая, сильная команда по вольной борьбе. Чуропчак, город Якутск, Ус-Алдан. И в эту борьбу... Ну, как бы мы всегда эту команду хорошо знаем, но в этом... прошлого года в эту борьбу вклинилась сунтарская команда, да? Да. Да и вот Татонов, Григорий Самсонов, они, ребята, активно занимались некоторое время назад, набрали вес, но в интересах команды показывают достойную борьбу. Ну, проиграли, ждут утешения. Если в случае победы своих обидчиков, они дадут команде хорошие очки, и они тоже завтра кленятся в команду. Здесь на личном успехе, на самом деле, ну, как бы второй план отошла, а вот командный счет, потому что в вольной борьбе как бы ударный вид у некоторых районов. У нас четыре группы, большое население, многочисленная группа такая, но она почти промышленная. Большие сельскохозяйственные улусы объединены в вторую группу, и северные улусы разделены на арктическую группу и на северную. Вот, а здесь средняя колыма будет карту путать, да, этим и с центральным улусом. Некоторые борцы, это у них хорошо. Завтра от грея Бекранева еще ждем. Да, ветер у нас потихоньку опять начинает усиливаться, силы берет. Но ждем, ждем. Сколько минут она будет идти, еще неизвестно, никаких решений никто не сможет нам давать, видимые решения какие-то принимать. Но просто мы ждем. Семен Сергеевич, я недорассказал вот эту мысль, что ландшафт антропогенный, потому что этот князь решил, собрал народ, а они выкопали канал. И огромное карстное, ледниковое карстное озеро Мюрю его спустили в реку Лена через, ну маленькое там у нас есть озеро, сначала туда, и через него вторым канамом спустили в Лену. И образовался пастбище, сенокосные годы, и начиная с конца 19 века здесь образовался, был построен церковь, и с этого началась история села Барагонцы. А вот сюда она переехала после войны, в конце 40-х годов прошлого века, и вот сейчас выросло до 5000 населением. Еще есть и поселки Спутники, где сейчас проходит тоже волетбол в Мандабе, Чаран, тоже женский волетбол. Майагасы, искать этот спортзал связан именем нашего чемпиона, двукратного чемпиона мира среди взрослых, чемпиона мира среди молодежи Виктора Лебедева, заслуженного мастера спорта, пятикратного чемпиона России. Ну и второе еще могу сказать, что окружность, это в справочниках она разная, указывается от 80 километров. Но у нас был здесь краевед, спортсмен, учитель, НВП, офицер, он сделал обычный крестьянский шагомер. В свое время прошелся всем по выступам, по окружности, потратил на это неделю, и оказалось, что около 100 километров. Ручной шагомером крестьянским. Так что я вот лично верю, что где-то вот 100 километров окружность. Принимаются дополнительные меры защиты. Народ тоже терпеливо ждет. В основном, вот, к сожалению, основные вот зрители. Афанасий Заболоцкий, мастер спорта международного класса, член команды Кубка Мира Достояния в Токио. Человек, который в одном чемпионате России, сделавший фурор, весит 57 килограмм. Да, дорогие друзья, к сожалению, мы перерыв технически продолжаемся, но мы ждем. Буквально после стихии судейская коллега примет решение, мы с большой благодарностью ждем вас. И вся бригада наша, весь коллектив тоже будет стараться вовремя выйти, показать всем поединки. Мы с Семеном Сергеевичем Акаемовым тоже маленько спрячемся, да, от стихии. Что-то отдохнула мне. Отключи меня.